Добрый день! Вчера у нас была небольшая встреча, часа на четыре. Вот сегодня надо какие-то иные слова изобретать, хотя тема одна и та же. Я как бы спрашивал себя всегда, какая цель, потому что у любого дела, у любого намерения есть какая-то цель основная. И моя цель донести до как можно большего количества людей какую-то сумму знаний, которые помогут, я надеюсь, им в своей судьбе настроить себя на позитивный лад. И получить кое-что от этой судьбы значительно больше и лучше, чем они получали до сих пор. Уверенность в этом мне придает личный опыт. Потому что когда-то я, растерявшись в обстановке в того времени, немножко как бы приуныл. И вот в этот момент я стал задавать себе вопросы, можно ли изменить судьбу или нет. Это один из таких стержневых вопросов философии. То ли судьба не меняется, есть сторонники этой теории, то ли судьба меняется. И вы знаете, у Шекспира есть знаменитое изречение Гамлета, что дать отпор судьбе или покориться этой судьбе суть. И я все-таки решил попробовать не то, что там дать отпор, а просто разобраться. Потому что и наука, и религия оперируют примерно одними и теми же категориями, только терминология разная. Скажем, если в Библии написано, что посеешь, что и пожнешь с торицей, наука называет это причинно-следственная связь. Вот и все. И так везде. Ну вот как бы эти две системы отгородились друг от друга, к сожалению, но это их проблемы. А наша проблема, которая заключается в непонимании некоторых жизненных моментов, в которых мы постараемся разобраться. Могу что отметить в первую очередь? Что такое человек? Мы все одного рода племени. Проживая в Африке, в Америке, в Австралии, в России или в Азии, мы все одинаковы по духовному происхождению. Мы все сотворены Творцом, Его волей. И, соответственно, и законы для всех абсолютно у нас универсальны. То, что у нас существуют разные религии, разные взгляды, даже, скажем, в рамках одной религии, это, опять же, заблуждения людские, потому что от Бога никогда ничего не менялось. Бог – это абсолютная гармония, абсолютная справедливость, то есть все абсолютное. Мы этим абсолютным знанием овладеть пока не можем. Почему? Потому что оно мешает, мешает больше всего наш рассудок. Ибо рассудок – это инструмент, который предназначен для оперирования на Земле, то есть в этой материи. За пределами этой материи он бессилен по роду своему, то есть вибрации рассудка, говоря языком физики, это примерно около 300 тысяч км в секунду. А у нас есть оболочки, которые обладают значительно большей степенью восприятия из-за того, что скорости волн там совершенно иные. Скажем, астральная оболочка, как ее называют, или чувственная оболочка, это чувство как минимум на два порядка быстрее скорость волны. А значит, она доминирует над более медленной волной, над мышлением. Поэтому чувства всегда, когда возникает, скажем, страх, ревность, зависть и прочее, есть негативные, есть позитивные чувства, они всегда доминируют над нашим мышлением. Поэтому человек не может сдержать определенного строя мысли, если у него возникает определенная эмоция. Она его давит. Вот тут полезно иногда немножко к физике обращаться. И вот, возвращаясь все-таки к человеку, можно сказать, а что нам больше всего мешает? Больше всего мешает то, что мы грешим и не совсем понимаем, что это нам вредит. Есть грехи видимые, и мы их знаем, а есть грехи невидимые. Материалисты не признают мышление и чувствование за грех, потому что они думают, что это проектный институт нашего поведения. Если я думаю плохо, но не делаю плохо, значит, я, в общем-то, достаточно чистый человек, и за что меня там наказывать, там, какому-то непонятному закону Божьему. А на самом деле мы состоим из оболочек. Вот и наша земная оболочка тела, видимая. Есть способность мыслить, ее тоже называют оболочкой. Есть способность чувствовать, есть далее способность ощущать. Поэтому мы должны этим ощущением как бы себе дорогу прокладывать, потому что ощущение – это дыхание Духа, дыхание Души, это и есть человек. И свет идет через Дух, который нам Бог и дал в преданное. И если мы этим светом не пользуемся, а отгородились от этого света грехами, то есть преступлениями, не только перед Богом, потому что Богу мы навредить не можем, мы вредим только самим себе. Что сеем, то и пожинаем. И это настолько очевидно и ясно, что удивительно, почему люди никак не хотят прекратить избивать самого себя, самих себя. Еще раз можно выстроить вот эту конструкцию, что представьте оболочка там, скажем, вот земная, вот мышление, вот чувство, дальше идет ощущение, но в пределах чувства и ощущения дальше грязь греховная не распространяется. То есть пачкаем мир, мы только в пределах дочувственного мира. Дальше душа наша, она всегда чиста, у любого человека она чистая. Разница в этих душах только в их силе, в их, скажем, волевой направленности. То есть одни духи послабее, а другие посильнее. И все. А природа одна и та же. Отсюда и те, кто имеет более сильный дух, они, как оказалось, должны быстрее двигаться, но не всегда так все просто. Потому что осознание, которое приходит иногда человеку, к сожалению, глушится мозгом. Мозг сам по себе инструмент прекрасный, нужный нам, крайне нужный, но мы принимаем некие мысли за наши собственные, а на самом деле это не всегда так. Вот те люди, которые имеют этот опыт уже работы с собственным мозгом, они знают, что есть мысли, которые приводят к хорошим результатам, а есть мысли, которые тебя ведут в сторону, которая ведет к погибели или к каким-то конкретным проблемам, личным там или для других людей. И вот отсюда, что можно сказать, надо навести порядок и надо мозг подчинить собственной душе. Это не так просто. Мы об этом поговорим позже, потому что я хочу вывести некую такую конструкцию, где главные причины. Главные причины в неосознании своих грехов или хотя бы какой-то части грехов. Это первое. Потому что человек не настолько плоский, как мы его понимаем. Поступки и слова – это одно, а мысли, чувства и так далее – это другое. Вот надо наводить порядок, начиная с чувств. Почему? Потому что быстрые волны доминируют над медленными. 400, скажем, С – скорость света. Дальше идет С – скорость света. Дальше идет скорость звука, слова. И поступки, то есть самое медленное, что мы делаем руками и ногами. Поэтому, начиная с самого быстрого мира, который мы испачкали, мы начинаем держать очаг помыслов в чистоте, как его и требовал Иисус Христос. Держите очаг помыслов в чистоте. И если вы начнете с самых корней своих проблем, то остальное все постепенно отомрет само по себе. Потому что вы начинаете с самого главного, что в нас есть. И когда-то этой подсказки я не сразу понял, но потом, когда все это стало получаться, я понял, что то, что мне посоветовали, было очень здорово. Потому что психологи борются с плохим мышлением и так далее. А мышление не укротишь, если не побороть эмоции отрицательные. Далее. Наше пространство – это мир, в котором мы живем. Естественно, мы в нем представлены. В физическом мире – это, опять же, наше тело, наше мышление. А дальше мир для нас мозгом не познается, рассудком не познается. Значит, есть у нас системы, которые способны выбраться за пределы этой материи? Есть. Как ее задействовать? Да просто, как говорят эзотерики. Взял такую методику, такую и такую. Но это приводит к печальным результатам рано или поздно. Потому что это отмычка, а не ключ от небес. А ключ – это выполнение заповедей. Кто знает радиотехнику, знает, что в основе передачи радиосигналов и приема этих радиосигналов лежит явление резонанса. То есть одна волна должна совпадать по частоте колебания, по длине волны и так далее. И тогда кто-то кого-то услышит. Кто-то передает, а кто-то это услышит. Вот поэтому, чтобы услышать то, что нам Бог дает, не напрямую, конечно, а через целую череду посредников, чтобы услышать, мы должны настроиться на эту волну. А для этого надо очень сильно захотеть подстроиться под это. И у нас эта подстроечная система есть. Об этом пишет Абдуршин, вот в этой книге, как раз говорит, что если вы хотите действительно к свету идти, то, пожалуйста, идите. Ну, вы должны понимать, что либо туда, либо сюда. Добро и зло – это разные две, скажем так, категории. Из-за любой неправильный поступок, который, собственно, является злом, мы отвечаем собственной судьбой. Посеял зло – оно к тебе возвращается через какое-то время. Сеешь добро – оно к тебе возвращается. Только добро должно быть искренним. А искреннее добро может делать только душа, открытая небу. Потому что те люди, которые действительно от души делают хорошие вещи, значит, они еще не совсем пропащие, если можно так сказать. С ними можно вести диалог на эту тему. Так что же мы имеем на сегодняшний момент? Святых на земле нет и давно уже нет. Те, которые считали себя святыми, сами они по истории говорят, их современники, они святыми себя не считали. Поэтому святость – это понятие в разных кругах, она совершенно по-разному понимается. Вы знаете, что у нас канонизируют очень многих людей, которые никакого отношения к выполнению заповедей не имеют. Тогда что же такое святость? Для меня, например, святость – это абсолютное житие по закону Божьему. То есть нет отклонения от этого закона, нет грехов – это святость. И это и есть цель, которую должен преследовать каждый христианин. Другой вопрос, что это не быстро и достаточно трудно. Но если никогда не начинать, никогда и не дойдешь до конца этого путешествия. Поэтому начинать надо. Тем более, что время сейчас нам оставляет все меньше и меньше выбора. Вы сами видите, что творится на земле. И не только там в какой-то конкретной стране, а по всей земле творится. Вот не буду уж я какие-то примеры приводить, время терять. Вы сами смотрите новости и так далее. Сами живете, ходите по улицам, живете в своих семьях. Что можно сделать? Есть отклонения наши, в основном эмоциональные. Это страх, это ревность, зависть, уныние, обиды, раздражение и гнев, высшая фаза раздражения. Ну и может еще какие-то эмоции. Есть какие-то, как скажем, комбинированные вещи. Не будем это все усложнять. У каждой эмоции есть свое излучение, тип этот. В свое время я принимал как неприятное, как в массе все. А потом постепенно с опытом пришло. И начинаешь чувствовать вкус обиды, вкус зависти, как это назвать даже. Излучение. Так же, как у любого излучения, оно немножко меняется, что ли. Как это все описать, я даже не знаю. Вот как на вкус сможете выписать, что пирожное вкусное, конфета, пахо, она тоже сладкая, но немножко по-другому вкусная. А вот что-то еще, еще, тоже сладкое, тоже вкусное. Вот как описать разницу и выразить ее в какой-то системе земных понятий? Сложно. Вот так же и здесь тоже. Они вредны, каждый по-своему. Вот оттенки эти, они мне помогали, когда приходилось разбираться. Ну, в каких-то судьбах, в каких-то болезнях. Потому что каждая эмоция, она привязана к нервному центру какому-то. Скажем, гордыня, тщеславие, больше всего влияет на горло и сопутствующие органы. Сюда же бьет и уныние, и раздражение, хотя частенько отголоски сюда летят. В мозг всегда участвуют мозги, вот когда занимаешься лечением, когда у человека какие-то проблемы. Всегда мозг затемнен. То, что индусы называли чакрами, это, скажем так, потустороннее энергетическое обеспечение каждого нервного сплетения. Или плексуса, как его врачи называют. Грудное сплетение, вы знаете, солнечное сплетение, там, поясничное, крестцовое сплетение, шейное сплетение, мозг. Мозг это гипоталамус, таламус, там, гипофизы доли, одна, вторая, там, так далее. Продолговатый мозг, передний мозг. Ну, если эти структуры все, это наше, как бы, формирование нашего поведения. И вот если поведение формирует мозг, только мозг, мы часто ошибаемся. Потому что мозг не является истиной, это промежуточный этап. И если мы допускаем врага на нашу территорию, а кто наш враг? Это те эмоции, которые мы натворили уже, а они существующие. Это как бы некие пятна, наши предки называли их бесами. А современная наука, продвинутая наука, называют это солитоны, сгустки энергии. Но они почему-то имеют тенденцию двигаться, прятаться, действовать, как будто это совершенно живые существа, только потусторонние. Вот, как их призраками называют и так далее. Не буду, опять же, в эту терминологию лезть. Факт, что все это есть, существует и приводит нас к заболеваниям и к проблемам. Поэтому можно так, забегая вперед, сказать, что наши болезни – это те бесы, которые нас окружают. Причем бесов эти натворили мы. По закону справедливости этого мира вас другие бесы не достают. Вот, вам хватит своих, потому что если вы посчитаете, сколько раз вы ошибаетесь в один день, вы умножите на свою жизнь, да еще и не на одну. Вот эта вся группа бесов, они за вами тащатся, и избавиться от них можно только одним способом. И придумал этот способ не я, я его только использовал. Причем сначала бессознательно нашел, а потом сознательно, потом в Библии прочел. Мне кажется, вот что, возвращаясь к закону, что посеял, то и пожнешь, можно сказать, что если я признаю себя не святым, и любой человек нормально скажет, да, я в чем-то не прав. Каким образом происходит воздаяние? Скажем, лет 15 назад человек ошибся, а сейчас пришло возмездие. Через какого-то человека, в какой-то ситуации, ему плохо, он там из-за этого разболелся, или даже инфаркт получил, или еще что-то случилось. Пришло возмездие, то есть по закону справедливости этого мира. Если ты кому-то вредишь когда-то, рано или поздно тебя закон найдет и накажет. Место, время и сила наказания – все это в вложение закона Господа Бога. И мы это не контролируем. И не можем контролировать, поэтому избежать этого не можем. И сами понимаете, что вывод-то какой, буквально для пятиклассника, чтобы жить нормально, перестаньте вредить себе. То есть делайте добро. И все. Делайте правильные поступки. И вот тут мы натыкаемся на, а что такое добро? А что такое правильно? Где это место, или как это, середина золотая, вот как правильно? То есть шаг вправо, шаг влево – не то. И сразу этого не поймешь, потому что для этого нужен большой опыт. Нужно путешествие в эту сторону, сознательное. И я когда-то, как щенок, ничего не понимая, вошел как бы в эту реку. И постепенно, постепенно приобретая опыт, я стал понимать многие вещи. Потому что если не имеешь опыта, для тебя всегда это останется теорией непроверенной, а тогда убеждения никакого не будет. Только опыт приводит к убеждению. И Иисус об этом тоже говорил. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Познавать без мозга невозможно. Мозг – это инструмент логики. И ему нужно всегда доказать собственному мозгу, что это так. А как можно доказать, если логики нет? И, к сожалению, в конфессиях достаточно часто говорят о вере, говорят, что ты должен верить и так далее. Но когда ты говоришь, ну объясните мне так, ну не ищу логики. Как бы нет тут логики. Просто надо верить. Верить – да, надо. Но вера, она требует чего? Убежденности. Следующая фаза. Ты должен убедиться. А без опыта убеждения никогда не будет. Вот в этом и есть фраза Христа. Познайте истину. Выстроите в себе логику света. То, что вам Бог предложил. А эту логику можно выстроить только опытом. И вот постепенно, шаг за шагом, месяц за месяц, год за годом. Я шел по этой дороге, и постепенно у меня пазлы эти все складывались. То есть фундамент сначала. Меньше ошибок стало. Чем меньше ошибок, тем больше прозрения. Потому что ошибки здесь как глаза залепляют. Потому что это же грязь, которая не дает твоей душе тебе же и помочь. Душа – это свет у нас. Но он не может прийти, если тут все грязно. И ты даже не собираешься этой грязи избавляться. И в этом звучит один из таких основополагающих законов этого мира. Закон выбора. Или закон свободы. Если хотите. Каждый из вас человек хочет жить так, как он хочет. Правильно? Хочет, в первую очередь, быть здоровым и счастливым. Иметь красивого и любящего партнера. Там, женщину или мужчину. Ну и многое, что другое он хочет. Но только эти желания натыкаются на то, что те препятствия в виде грехов, которые он натворил, ему мешают жить хорошо. Потому что ты не слишком хорош был для того, чтобы у тебя выстроилась такая жизнь, хождение по ковру и все у тебя получится. Это невозможно. Это невозможно. Несмотря на все эти красивые лозунги, что человечество постепенно сходит в какую-то трясину, если не в пропасть. Вопрос только во времени. Что же делать? Призывать всех бессмысленно, потому что не так уж много населения отзывается на призыв поработать над собой. Но если вы хотите что-то в судьбе добиться, значит, надо засунуть рукава и поработать. Никого не обвиняя. Потому что вокруг нас люди, которые могут быть именно другого мнения. Это может быть неверующий человек, материалист. Ну что ж, оставьте его в своем убеждении по свободе выбора. Он так выбирает. И надо уважать закон. Даже если человек ошибается рядом с вами и сильно ошибается, можно ему предложить сказать, давай вот можем разобрать, не хочу. Оставьте его в покое, не хочет. А раз не хочет, он никогда ничего знать не будет в этой области. Только тогда, когда человек сильно чего-то хочет, это первый стимул, что он пойдет. А второй, если он наткнется на трудности, если он не сдастся, пойдет и преодолевать их будет, значит, у него появится опыт. Появится опыт, у него появится желание продолжать. Потому что этот опыт ему скажет. Оказывается, закон это действует. А раз законы действуют, значит, есть и тот, кто их создал. То есть Господь Бог. И так вот я от веры начальной такой, как предположение. Может, Бог есть. В конце концов, через опыт пришел к убежденности, что Бог все-таки есть. Я это знаю, я имею право сказать, я знаю. Именно только опыт имеет право сказать, да, знаю. И когда докажите, что Бог есть, а вы пройдите этим маршрутом, и вы это сами поймете. Рассказывать и показывать на пальцах невозможно. Рассказать, что такое Бог, тоже невозможно. Человеку это не дано знать. Потому что мы имеем познавательную систему мозг, чувства и ощущения. Между нами и Богом существует еще один мир, так называемых, пересоторенных духов, откуда пророки приходили. А потом уже начинается божественная сфера. И даже в этой божественной сфере архангелы, которые там и прочие-прочие существа, они даже не могут разобраться и увидеть, что такое Бог. Опять же, по скорости волны. Мы ограничены. По скорости волны. Чем выше этажи, тем более скорость нарастает. И в конечном итоге наш мир творения – это, можно сказать, мир вибраций всех родов. А вот за пределами творения вибрации прекращаются. Там некая творящая волна, которой мы даже понять не можем, что это такое. Но она миры творит, вселенные. Очень гармонично все связано. Все эти гравитации, взаимодействия между звездами, между галактиками. Все это идеально устроено, работает, обновляется, взрываются сверхновые. В этом месте появляются новые галактики. Этот процесс идет испокон веков, наверное. А мы сидим вот на крохотном пятачке и гордимся, какие мы велики. Ничего великого в этом нет. Потому что за пределами физического мира начинается настоящая жизнь. Только за пределами этого мира сначала мы попадаем в грязный слой, куда ведет вся эзотерика и прочее, прочее. А вот за пределами этого грязного или чувственного мира, который мы же испачкали, существует мир чистый. И как туда выйти? Опять же я цитату привожу Христа, потому что для меня это высший авторитет. Никто, как только через меня, к Отцу Небесному не попадет. А что он говорил о себе? Слово Божие к вам пришло. Выполняйте его, делайте как я. И причастие к Христу именно в этом заключается. Если мы причастны к Христу, символически это хорошо и здорово, но только нужно еще и фактически присоединиться. Символически это, возможно, просфора и когору, каждой конфессии свои приемы там. А далее, если ты начинаешь стараться жить по заповедям, у тебя получается это, ты постепенно становишься причастным к Слову Божьему. То есть, как и говорил Иисус, а если нет, то ты живешь в какой-то такой странной уверенности, что ты христианин. На самом деле, христианина тут нет и не было. Христианин – это либо живущий по заповедям, либо двигающийся по этой дороге, которую указал Иисус. Я путь, я истинная жизнь. И постепенно учится этому, и постепенно становится человеком. Я не оговорился, мы еще пока не люди, мы некие заготовки, которые пришли сюда, чтобы стать людьми. А чтобы ими стать, надо над собой потрудиться. Мы такие плохенькие буратино, из которых папа Карло пытается выстрогать некое подобие человека. Поэтому очень больно, когда нам этот топорик. Говорит, дорогой, ты такой сучок, убери его. Не хочу, мне он нравится. Вот, скажешь, моя наглость, мне нравится. Начинается больно. Не нравится человеку, когда его по судьбе кто-то долбит. А это же подсказки, поскольку мы утеряли прямую связь очень давно в связи с грехопадением. Каким образом вестись диалог с человеком? Вот таким заблудшим, да еще упертым в своих ошибках. Только вот так. В этом-то и есть любовь Божия к нам. Ибо любовь строгает нас только там, где у нас что-то не в порядке. И я, когда это понял, я сказал, так это же здорово. Как только мне где-то что-то больно или не так, я анализирую, почему мне больно, почему я заболел, почему это. И как только я начинаю понимать ошибку, у меня эта болезнь или неприятность от меня отходит. Все выравнивается. Это диалог. Это диалог верхнего мира с нами. А люди не любят, когда они болеют, не хотят. Конечно, это, во-первых, больно, неприятно, потеря времени, потеря, скажем, возможности двигаться и так далее. Но это необходимость, которая заложена в этом мире. Либо мы добровольно идем, либо вот так с нами этот диалог и будет продолжаться. Поэтому глупо, конечно, не реагировать на эти вещи. Это только невежество. Я имею в виду духовное невежество. И, к сожалению, верующих людей не так много. И большинство верующих, по моему мнению, опять же, они думают, что они верят. Но на самом деле веры как таковой и нет. Настоящая вера, что это такое? Я открыт Богу. Я начинаю получать это излучение. И мне становится очень стыдно за мое поведение. Вот что такое вера? Я себя открыт. А если ты проговариваешь слово вера или чувственно льешь где-то слезы у икон, это еще не вера. Это всего лишь чувство. Помните, я вам говорил, что мысли и чувства, они погребены грязью. Это куча бесов, которые нас опекают и не дают голову поднять, не дают открыться нам по-настоящему Богу. Поэтому редкие люди приходят вот так к этой настоящей вере и в конце концов получают, они удивляются, насколько это красиво. И идет и красота, и любовь, и так далее. Вот и в истории, я думаю, России, любой стране есть эти подвижники, есть люди, которые, скажем, может не на слуху и не оставили следа в истории. Но они были, всегда в обществе есть какая-то часть людей, пусть небольшая, которые вот это вот знамя несет в себе. И вот и фраза одна такая, которая мне запомнилась, она в одной Библии в аннотации написана, что настоящая церковь Христова, она не в этом парадном хождении там где-то. Она разбросана по городам и весям, в душах простых и честных людей. Это вот, мне кажется, это так. Потому что церковь – это понятие живое. Не поклоняйся идолам, созданными руками человеческими, и Бог внутри вас. Это Библия, это Иисус говорил. Поэтому, допустим, наши храмы и какие-то сопутствующие атрибуты – это всего лишь вспомогающие, ну как скажем, вспомогающие вещи для того, чтобы визуализировать суть религии. Но это не главное. Главное мы сами. Главное, что наша душа должна простуться и перестать вредить друг другу. Вытащить свое бревно из глаза. Представьте, что если все человечество сейчас неожиданно это бревно вытащило, то есть перестали бы грешить. У нас совершенно бы изменилась жизнь на земле. Какие там войны. Мы начали друг другу улыбаться и не бояться и на земца какого-то, и еще чего-то, потому что от людей пакости бы никаких не было. Все бы наладилось. Но это невозможность из-за того, что нет веры – раз. И нет той воли, и нет того терпения, которые нужны, чтобы перемолоть свои грехи и поставить себя на место. То есть под закон. Тот закон, который не только нас наказывает, но если ты начинаешь его соблюдать, он начинает тебя защищать. Это лучший защитник в этом мире. И начинает тебе помогать продвигаться по этой дороге. Я это на себе ощутил в первый же год. И я так удивился. Оказывается, все это есть. Я был очень рад, как ребенок, который получил что-то очень красивое, желанное. И далее всего лишь накопление опыта. Накопление, накопление. И все фразы Христовые, которые в Библии есть, они постепенно стали во мне оживать. Все. Потому что если ты читаешь и не понимаешь, что эта фраза звучит, для чего она сказана была? Вроде бы внешне понятно. Но как она звучала для того времени, для тех современников сейчас? Вот, ну, что можно привести? Слепые вожди слепых. А если слепые ведут слепых, оба упадут в яму. Мы падаем в яму, человечество падает. Это только слепой сейчас и злонамеренный этого не видит. Значит, нас все-таки слепые ведут. Что делать? Не надо ни для кого ругаться, не надо никого обвинять. Кто нас ведет, куда ведет. Надо засучить рукава и попробовать самому вытащить себя из болота. И все. Потому что мы, в общем-то, еще раз говорю, судить-то не имеем права. Что такое грешник? Это преступник. Говоря языком юриспруденции. Любой грех из преступления перед законом верхним. Соответственно, если один преступник берется судить другого, на что это похоже? Можно сказать, ну, ты сам сначала исправься, прежде чем что-то говорить. Это у меня постепенно, год за годом, там, 3-4-5 лет, я чувствую, как во мне умирает желание кого-то обвинять. Оно само по себе умерло. Потому что я начал понимать все, что судья есть. Я не могу ни о ком, ни о любом человеке знать все. Не могу. Не только вот его внешность, его, как я по глазам вижу, по интонации, голоса много что понимаю, могу делать выводы, продиагностировать и так далее. Но я не знаю его прошлого. Что у него было, где он в каких жизнях жил, что он там натворил, хорошего или плохого. Абсолютно все объять одного человека сложно. А уж огромное количество людей, тем более. Об этом может знать только Бог, который нас родил, и все эти лучи духовные, на кончике которых мы, духи, пришли сюда, оделись в одежды, земли, тело, и нагрешили здесь. Но нас видно, и контролируется каждая пылинка, накапливается. Негатив в эту сторону, позитив в эту сторону. Помните библейское? И ты будешь взвешен. Какой ты? Если перевесит плохое, значит, все, ты сорняк, тебя не оставят в этом мире. Вот эти фразы все, и многие другие, там можно и на горную проповедь привести и так далее. Есть там такая фраза. Господи, да не Твоим ли мы именем там крестили, или там бесов изгоняли. Не Твоим ли именем то-то-то-то-то-то-то? И скажет им, вновь пришедший, отойдите от меня, делающее беззаконие. Потому что то, что сейчас творится, люди пытаются нести Слово Божие, на самом деле его не выполняя. Причем даже не пытаются это делать. Как может инструктор, учащий человека, учить его тому, чего сам не делает? Это абсурд. Чтобы научить человека, надо, во-первых, иметь личный опыт и немалый. Во-вторых, знать очень хорошо историю духа, откуда он пришел, каким образом устроена физика этого мира, не только этого, но и следующую и так далее. То есть конструкцию души, ее состав, каким образом взаимодействовать с этим миром. Далее, нужно знать, как бороться с эмоциями, с мыслями и так далее. То есть всю систему, это методика называется в образовании. Методические указания есть? Нет. В основном это направленность каскезе, то есть голодовки, там это, это. Само по себе это неплохо, потому что когда человек поголодает немножко, у него проясняется вот эта вот способность все-таки связаться. Потому что когда человек много кушает, у него, как бы, сами знаете, желудок, ему нужно переваривать. А когда он переваривает, физиология требует, чтобы кровь поступала и обеспечивала переваривание от этой массы. И тогда мозг обесточивается, если кто немножко это знает, что кровь подает кислород. Кислород нужен желудку, потому что здесь происходят процессы. Поэтому чувствуйте, когда вы поели, хочется поспать, потому что мозг немножко тупеет. Вот, а если такие вот есть голодовочки такие, пусть небольшие, смотришь, а ты начинаешь немножко по-другому этот мир воспринимать. Вот суть, зачем нужно это все. Ну, делать из этого вот эти вот именно в какие-то времена, великий пост, какие-то, это, это. Ну, традиция, может, она неплохая, но это не главное ведь. Это не методика. Это дань, может быть, скажем, какому-то прошлому. Иисус голодал 40 дней, уходя в пустыню. Ну, что, мы голодаем каждый год, скажем, верующие. Почему же они, эти верующие, голодающие 40 дней каждый год, вдруг ничему не научились толком? Потому что не это главное. Не главное, что мы там с телом кушаем или пьем, как говорится, Иисуса обвиняли, что он и не с теми кушает и пьет. И он кушает там то, то, то. Он сказал, не то плохо, что в нас входит, а то плохо, что из нас выходит. Вот что плохо. Потому что мы можем съесть там даже, там, может, что-то плохое. Это отразится на моем здоровье, там, аллергия появится, или голова заболит, или желудок заболит. Это мне, моему телу достанется. Но когда я, сидя вот так, обвиняясь, что вот я-то такой-сякой, а ты вот не такой, и тем самым проявив свою гордыню, выбросил беса, вот это намного хуже. Потому что я кому-то навредил и испачкал мир этой кляксой, этим бесом. А так мы делаем часто. И ревностью пачкаем, и завистью, и там есть и жадность, есть и многие другие вещи. Жадность не обязательно какая-то патология, что вот никому ничего не отдам. Нет. А просто человек прикован к материи, ему нравится только вот то, что ведет его к деньгам, к хорошей мебели, к хорошей машинам. И у него цель только вот добиться вот этого статуса, чтобы быть, больше соседей иметь, больше, чем вот те. Это путь тупиковый. Сколько бы человек ни имел, ему всегда мало. Потому что всегда найдет человек, который больше его имеет. И он будет к нему тянуться, к нему, к этому, к этому. А если у него не получается, начинается зависть. Зависть – это желание чего-то такого, что у меня, вон то хочу. И не само по себе это желание вредно. А то, что за тем, что у меня этого нет, а у него это есть, вот это недоброжать. Если у меня этого нет, как же хочется, чтобы у него это пропало, чтобы у него этого не было. Посылается бес, который ведет к неудаче этому человеку. Ему завидуют. Поэтому эти вещи надо понимать глубоко. И каждый раз, когда человек один другому завидует, или какой-то группе людей, что происходит? Натворив вот этих вот пятен, эти пятна обрастают сторицей и приходят в твою судьбу. И на тебя же падают. То есть ты сам себе уничтожаешь судьбу, убиваешь свою удачу. И еще больше начинаешь завидовать, потому что у меня это плохо, а у тебя хорошо. Это и в классике, если у Джека Лондона, если вы почитаете такой рассказ, «Луналикий» называется, там один другому травил, соль в огороде сыпал, все, и в конце концов, все отравил, все, а покоя не получил. Что можно сказать по этому поводу? Если человек не смотрит на заповеди, как некое такое, знаете, мешочек с заповедем, который это невозможно выполнить. Ведь у многих, с кем я беседу, говорят, ну ты куда замахнулся в заповеди. Надо просто разобраться чисто по-человечески и задать себе вопрос. Если есть хоть немножко веры, вспомни, а зачем приходил Иисус Христос? Если заповеди выполнить невозможно, а Иисус их требовал выполнять, значит, Бог пришел и поставил перед людьми непосильную задачу. Правильно? Так получается. Получается, что Бог не настолько умен, как и так можно говорить, что зачем Он-то нам такие вопросы, если заповеди невыполнимы. Выполнимы. И чем дальше мы живем, тем более трудно выполнить. Почему? Потому что каждый новый день, каждый новый год мы оставляем следы нехорошие своими грехами. И все больше и больше себя закапываем. Потому что чем раньше мы на тем, тем меньше нам работы будет по искуплению. Поэтому Иисус пришел и совершенно нормальную задачу поставил. Хотите быть счастливы и здоровы? Будьте добры, выполняйте заповеди. Тут же я немножко интерпретирую. Бог по своей сути, приходя к людям, не может быть непонятен. Иначе Богу можно упрекнуть в чем-то несовершенном. Бог совершенства. Соответственно, Он выбирает время, место, посылает в тот народ спасителя. Этот народ его может понять. В то время евреи были монотеистами. Это один из редких случаев на земле был. Поэтому туда и пришел, притянут был. А рядом были язычники. Были всевозможные такие... Там и Ваал был, и кого-то только не было. Эти культы. И жертвоприношения человеческие. Чего только не было. Поэтому Бог притянулся туда, где Его могут понять. Везде все идет нормально и идеально. Просто люди, к сожалению, не совсем правильно это все понимают. А по пришествии веков постепенно-постепенно человечество утратило понятие о настоящем христианстве, с чем, видимо, очень небольшого количества людей. Потому что настоящий христианство, оно очень простое, но и очень требовательное. Его нужно изложить буквально в нескольких фразах. Я всегда привожу цитаты и стараюсь на память вспомнить в каких главах, чтобы человек мог проверить, что это не от меня все идет. В 23 главе Матфея написано, по-моему, 36 стих. Вопрос задает книжник, задает вопрос Христу. Какова твоя наивысшая заповедь? Иисус отвечает. Возлюби Бога своего всем сердцем, разумением и душою. Это моя наивысшая и наипервейшая заповедь. Можно сказать, что если это наипервейшая заповедь и наивысшая, без этой заповеди христианина не существует. Согласны со мной? Если главное не выполняешь. А что же такое любить Бога? Есть всевозможные варианты любви к Богу. Я не буду их приводить. Это огромное количество вариантов. Но я привожу вариант Христа, который сам сказал, что такое любить Бога. И евангелисты, к счастью, эти тексты сохранили. Тьма не смогла их исказить. У Иоанна есть такая фраза. Иисус говорит ученикам, «Если любите Меня, выполните Мои заповеди». «Меня» с большой буквы написано. С большой буквы только Бог в Библии. Его местоимение только с большой буквы. Поэтому любить Бога можно только выполняя заповеди. Так Иисус сказал. И в этом есть величайшая логика. Если Вы выполняете заповеди, то есть на всех своих этажах навели порядок. Мысли чистые, чувства чистые. Соответственно, и поведение в нашей земле будет идеальным. Вы будете делать то, что положено. Нанести красоту этому миру. И своему ближнему будете любить его нести красоту. Это и есть согласие с законом. И мы приходим к самим себе. Потому что мы и есть матрица закона. Человеческий дух сотворен Богом. Отче наш нас сотворил. Если мы живем поперек Его законов, несоблюдаемых, мы вредим этому миру. И вот Иисус пришел и дал понятие, что любить Бога можно только выполняя заповеди. Если любите Меня, выполните Мои заповеди. Дальше фраза есть. Кто Меня не любит, а кто их не выполняет, Меня не любит. А если будете выполнять Мои слова, Я и Отец придем и обитель вас сотворим. То есть защитим вас от зла этого мира. Я на себе это чувствовал. Легче и легче. Это не значит, что мне легко жить. Но я чувствовал, как те проблемы, которые наваливаются иногда десятками, они постепенно отходят. Они не достают Меня в той степени, в которую могли бы достать, если бы я не верил в Бога и не пошел по этой дороге. Потому что искупление, оно тоже дано Христом. И тоже почему-то исказили. И важнейший этот момент совершенно забыт. Потому что ни одно живое существо в лице священника или кого бы то ни было, всевозможных гуру, которые рядятся сейчас в искупители, в спасители, никто не может отпустить человеку грех. Никогда. Ни от имени Бога, ни от имени кого-то другого. Конструкция дана. Сначала, когда появился первый грех на земле, было сказано, что ты сеешь человек, то и пожнешь. А когда грехи стали накапливаться, нужна была конструкция. А как же избавиться от последствий своих ошибок? Если я покаялся, как христианин, и не хочу больше грешить, а за мной целая плеяда моих грехов, которые тащатся эти бесы, они ко мне прикованы этими цепями. Почему? Это мои бесы. И мне от них плохо, я от них болею, от них неприятности. Как избавиться? А дана конструкция. Кому вы будете прощать, того и Отец Небесный простит. Вот я сотворил какого-то беса. Вот он. И вдруг приходит в судьбе через какое-то время наказание за то, что я испачкал мир. Когда приходит наказание, вот эту логику я для себя достаточно быстро выковал и сказал, если я творил грехи, то есть бесов, когда мне делает кто-то плохо, это и есть возмездие. Я же не буду искать эти тысячи, сотни тысяч грехов моих. Я же не могу искать, вот где этот бес, какого приковано это наказание. Зачем? Не нужно. Я просто априори говорю, да, это так. И когда я это принял для себя как закон искупления, бес уничтожается, потому что я простил человека, что такое принять в смирение? Это простить. Искренне от души простить. Не раздражаться, не обижаться. Это и не просто на словах, и даже не чувство, а ощущение должно быть. У тебя исчезает боль от обиды. Потому что я понимаю, что я кого-то когда-то обидел, даже забыл об этом уже давно. И вот пришло возмездие, прими его. Прими завтра, прими послезавтра. И чем больше и чаще я стал принимать, чем хуже, тем лучше. Я смотрю, у меня здоровье стало поправляться. То есть еще не зная Библии, я постепенно личным опытом пришел к тому, что это и есть христианское смирение. Тот день, который мне сейчас дан, я его заслужил. Вчерашний, сегодняшний, завтрашний. Единственное, что я должен делать, я должен быть активным человеком в этом обществе. Никому не вредить, но гражданином своей страны, членом своей семьи. У меня есть друзья, у меня есть какие-то обязанности, и социальные, может быть, и профессиональные. Никуда от этого не денешься, это нормально. И настоящий христианин от этого и бежать не будет. Он найдет себе интересную работу, получит хорошее образование, потому что он не лентяй. Христианин не может быть лентяем. Ни один лентяй не может стать христианином. Лень мать всех пороков. А пока есть человек лень, от грехов он никогда не избавится. Вот и все. Поэтому по некой вот методике я потом немножечко расскажу о ней. Постепенно, постепенно, говорю, фразы Христа стали понятны. Я стал понимать взаимодействие этих миров, каким образом здесь все происходит, каким образом человек может выбраться отсюда. И вот шаг за шагом меня стал понимать, что накоплен тот потенциал, те знания, которые можно передавать, потому что это проверено на личной судьбе. Один человек пошел за мной, второй, 10, 15, 30, 40. Смотрю, из этих 40 человек, которые пришли, получается только у пятерых. А 35 через какое-то время исчезли в прошлом. Почему? Неохота. Тяжело. Зачем? Что происходит? Потеря веры. Воли не хватает, терпения не хватает. Это те человеческие качества, которые необходимы, чтобы идти по этой дороге. Ну, просто необходимы. Вот. И эти человеческие, короче, очень полезные качества. Вы знаете, воля, терпение и вера в какой-то результат везде, если у человека есть эти слагаемые, он что-то в жизни добивается. Не обязательно даже в духе. В науке, в своей профессии. И, скажем, ученый ставит серию экспериментов, он должен поверить, что в результате именно вот такой цепочки экспериментов он приведет себя к удаче. Он это делает, ошибается. Не так. Немножко меняет условия, задача. И еще раз, и еще раз. 48 раз сделал, на 49 попадает в десятку. Получилось. Но если он бы сказал, ой, а вдруг это не так? И так, и не так. И ни одного шага не сделал. Он так останется на месте, ничего не добившись. Вот у меня то же самое было. Я шел и чувствую ошибку. Но раз ошибка, ты ее осознал, проанализировал, отказываемся. От этого идем немножко по-другому. Не на тот камень наступил, провалиться можешь. Давай дальше. И вот так вот методом проб и ошибок я пришел к каким-то результатам позитивным, долговременным и устойчивым. И вот тогда только я сказал, я могу эти знания передавать. Лет через пять, наверное, мне пришло осознание, что я все-таки должен Библию основательно почитать. И не так вот листая, выбирая что-то там. Потому что до этого я пытался Библию читать, и мне говорят, ты ее не поймешь. Вот прям текст пошел в голову. Ты ее не поймешь. Потому что ты не сможешь отделить, что там от Бога, а что там люди приплели. И тогда, когда я уже ушел, и страх у меня ушел, не осталось ни ревности, не осталось ни обиды, и того, и сего не осталось, у меня совершенно иное восприятие пошло. А почему? Потому что фактически, если разогнать бесов, приходит душа, а это свет. И свет очень остро чувствует, что здесь правда, а что прилеплено. Толкования не те. И получается, что сепарация текстов пошла. То, что мне очень хорошо от текста, плюс объектива, мне радостно. Это со мной разговаривает истина. А то, что мне почему-то неприятно, это не истина. И вот таким образом, как в сказке, это мамин голос, козлятый говорит. А это волк. Понимаете, сепарация на уровне некой интонации, а это вибрации. И в тексте, в любом тексте, особенно сильно, всегда заложена вибрация. Даже вы книги читаете, вам что-то нравится, что-то не нравится. Почему? Потому что если человек, писатель, пережил что-то, вот все истинные писатели, они пережиты обычно, все в текст закладывают. Это идет, что чувство, что человек этим жил. Или человек, этот сочинин никогда этого не испытывал. Текст плоский. Он в тебе не входит. Чуть, ерунда какая-то. Здесь то же самое. Вот поэтому, если взять Библию, опять же, когда у меня эти тексты отошли, я смотрю, в основном, это прямая речь Христа. И там, где апостолы не искажали Христа. Потому что один апостол, скажем, говорит, вера без добрых дел мертва, а другой апостол говорит, только веру и крови Агнца спасаемся. Добрые дела не в счет. Какую конструкцию принимать мне? Я говорю, мне нравятся больше добрые дела. Как это можно верить? А что такое добрые дела? Я должен поступать правильно, по закону. Это есть добрые дела? Причем, это должен не навязывать себе, что я должен, так должен. У меня это органично, а уже естественно просто. Мне так хочется. От души хочется. Потому что мне приятно. Мне приятно очень дарить подарки. Больше даже, чем их получать. Почему? А мне хорошо, когда человек радуется, и у него глаза, и мне от этого очень хорошо. Потому что идет ответ, тепло, человеческой души, навстречу. И для меня это главное. Вот. И поэтому, когда начинаешь это понимать, и фразы вот эти библейские тоже начинают подниматься, как говорится, «держи очаг помыслов в чистоте». Если там ты это сделаешь, ты должен руку себе отрубить. Сначала внутри вот это все надо погасить плохое в себе. И Библия, она очень богата этим содержанием. Но только нужно именно отделить Слово Божие от слова человеческого. Ведь сам Иисус сказал по поводу тех людей, которые рядом были с Ним, будущие апостолы. «Вы это найдете в Библии. Вы еще не можете вместить все, что я вам даю». Он очень сокрушался, что время живания очень мало. Он около трех лет всего был с учениками своими. Это очень небольшой срок. Вот поэтому тьма очень была обеспокоена, что начинает нарастать истина в душах людей, которые окружали Христа. Думаю, если это все отпустить, это пойдет в народ, и все, тогда бесов начнут уничтожать тысячами. Потому что если человек поймет, что такое смирение, все, тьме конец. И началась война, и прежде всего надо было кого убрать? Учителя, который единственный мог устоять в этом темном болоте и дать людям истинные знания. Вот тот меч, который действительно уничтожал бесов. Смирение – это абсолютное оружие против бесов. Единственное оружие правильное. Вот в чем проблема. Потому что когда говорят человеку, что ему отпускаются грехи, как здорово, когда кто-то за меня что-то делает. А мне можно опять жить, грешить, ничего страшного, потому что я могу в любой момент пойти, и меня опять грехи отпустят. Подумайте сами, какая логика здесь напрашивается. А зачем тогда духовный труд? Можно только словословить, ой, какой хороший Иисус, Он пришел и дал Себя распять, и Бог его послал из-за нас, из-за нас, таких любимых, как нас Бог любит. И вот это вот муссируется с разных трибун, в разных конфессиях, на самом деле этого никогда не было. Потому что это было крайне несправедливо, чтобы одни грешили и пачкали мир, и вдруг от Бога приходит существо абсолютно безвинное и погибает за человечество. Причем человечество при этом абсолютно не меняется. А еще хуже, улюлюкая продолжает грешить и гробить этот мир. Как здорово. И все ждут. Так, время тоже какое-то на земле. Плохо стало жить, когда второе пришествие. Он же обещал, второй раз придет. Придет, мы его гвоздочками прибьем, он же опять у нас и скупит накопилось много. Видите, к чему ведет вот это абсурдное мнение, которое почему-то в массе легло на нас все? На самом деле не так. Почему книга вот эта «В свете истины» от Аскара Резбергард, он и говорит, что я ничего нового не скажу вам, что сказал Иисус, я примерно то же самое скажу только в современном изложении. Кто понял Христа, я ему не нужен. Но, к сожалению, в современной конфессии настолько все исказили, что добраться до той истины, это громкое слово, а для нас найти точку опоры в этой жизни и попытаться изменить свою судьбу, опираясь на слова Христа, мы можем. И достаточно быстро и просто можем, просто надо этим заняться. А для того, чтобы все получалось, надо убрать вот эти информационные вирусы, современно языком говоря, искаженную религию и дать настоящую религию людям. Но это не секта. Я еще раз говорю, что Иисус настолько сделал много на земле, что сейчас его авторитет очень сильно помогает нам, потому что обдушин еще не очень известен, не столько авторитетен, а вот Иисус Христос авторитетен и все повторяется. Тоже, он пишет, что никто не искал врага, сатану под покровами рассудка, ибо через рассудок нами тьма правит. Чтобы победить эту систему, надо уметь мозг свой отвоевать у тьмы, надо знать, как это делается, и когда мозг начинает работать за вас, а не против вас, далее вопрос времени, начинаешь понимать, каким можно справиться с обидой, со страхом, с этим, с этим, и отрицательные эмоции постепенно умирают. Отрицательные эмоции разрушают наше тело, потому что все эти эмоции негармоничны, разрушительны. Это врачи знают, как говорится, нервные клетки не останавливаются, берегите нервы, а как беречь? Убрать эти эмоции. А каким образом? Таблетки, транквилизаторы пить, или еще что-то, или там стаканчик виски хлопнуть, ну, иногда, может быть, и можно, но в систему это превращать-то не надо. Каким образом, как говорится, погасить это, чтобы этого было, ну, тебе это все не доставало? Как говорится, если ты не можешь изменить мир, поменяй отношение к нему. Тоже фраза известная. Каким образом, скажем, это поменялось у меня. Я стал понимать, исходя из знания законов, свобода выбора предполагает, что каждый человек ведет себя так, как он считает нужным. Будь то бандит, коррупционер, или тот, кто несет нам очередной вариант, так называемые, истины, пожалуйста, это их выбор. Они это считают, они объединились в какие-то колонны, которые нам предлагают, они защищают себя законами и прочим. А с ними бороться-то и не надо. Ведь наша психика, наше я, наше сознание в моих руках, в ваших руках. Возьмите и делайте то, что вам сказал Иисус. Что в этом преступного? Оказывается, преступно. И я натолкнулся на сопротивление, прежде всего, как ни странно, церковнику. Я думаю, что мы вместе будем этим заниматься. Пусть я, скажем так, не имею никаких таких особых возможностей, но, скажем, для людей, которые не воцерковленные, я могу на простом, нормальном языке рассказать, каким образом это укротить, это убрать, это и в конце человек начинает меняться в лучшую сторону. Разве это плохо? Нет. А вот, получается, как мафия. Ты в наш огород влез. Зачем? Это наше все. И вот эта обида, почему ты это делаешь? А кто тебе дал это право? Я говорю, мне Иисус дал это право. Он же звал не вас выполнять заповеди, а всех людей, невзирая на их национальность, на их возраст, на их какие-то эти категории социальные. Он кому пришел? Рыбаки, пастухи у него были, он их учил, я сказал, как он пришел для людей, а не для конкретной корпорации какой-то, которая взяла все ключи, как и от неба, и говорят, только так, только так, и две тысячи лет уже вот только так, только так, и вот мы по этому только так идем и получаем то, что мы имеем сейчас, нравится вам это? Если нравится, живите так, как вам предлагают эти корпорации, пожалуйста. А я вот говорю, а я не хочу болеть и страдать, я не хочу жить и запивать каждый раз одну таблетку двумя новыми через каждую неделю, потому что уже ничего не помогает. 24 года я не пью таблеток, я вообще перестал болеть. И то, что мне иногда больно или что-то, это сопротивление, потому что бешеная атака идет со всех сторон, потому что я не просто сам себя отвоевал, я отдаю эти ключи, как воевать с этой тьмой. Они этого не прощают, начинается война по ту сторону, как говорится, это немало, немалая нагрузка. Вот, но я знаю, что это все временно, ну час поболеешь, ну день, ну два максимума, все равно все уходит. В этом у меня уверенность, потому что Бог сильнее тьмы. Главное, чтобы Бог был с тобой и ты был с Богом. Вот и все. Тьма конечна, она в этом пятачке материальном. Вот материя грубая, вот материя астральная, потусторонняя, и все. Это средняя грубая вещественность. А дальше начинается чистый мир и где-то вот эта громада бесконечность Божьей воли, и ей смять вот этот вот пятачок, нет проблем. Почему он не сминается? Потому что сюда надо прислать кого-то еще раз и сказать, вот вы же проживающие в этом пятачке и думаете, что это вы здесь люди, это еще не человек. Выше ваши духи, вот они, они чисты. И они тут представлены телами. Возьмите, вам дано было задание, задание такое, задача, стать людьми. Вашу лень разогнать, можно только опустившись в этот грубый мир и научиться преодолевать препятствия в грубом мире, тем самым вы избавляетесь от лени. Но вы тут нашли способ, как избежать этой работы и опять в эту лень погрузились духовно. Тем самым вы проиграли сражение за себя. Попробуйте вернуть себя, себе же себя. А тем самым еще раз приходит человек и начинает вот, пожалуйста, говорить. Живите по заповеди. Вот так, так и так. Дают глобальное понятие о законах этого мира. закон подобия, закон там справедливости и другие, закон движения. Бегло, что можно сказать? Вы знаете, кто хорошо движется и не ленится двигаться, у него тело хорошее, мускулы хорошие. Потому что, если ноги подвижны, сильные, вот, у него и сердце никогда болеть-то не будет, если он, конечно, не нервничает. Потому что подкачка идет. Ведь кровь опускается вниз, скажем так, легко, гравитация позволяет. А поднять сердцу кровь, насос на втягивание, уже тяжело. Если работает одно сердце, а мышцы слабые, сердце быстро устает, изнашивается, начинаются проблемы. От, говорится, гиподинамия, неподвижность. Вот. А когда мышцы сильные, ног, они вот эти микросокращения наших волокон, они создают подкачку, и сердце разгружается. Элементарно просто все. Об этом пишет один такой человек хороший, который сам сидит, уже выковал. Вот. Далее там он пишет, что здесь движение, грудной пояс, приводит к тому, что у тебя дыхание, шея, мозг хорошо кислородом снабжается, ты тупой не будешь ни в 70, ни в 80, ни в 90 лет. Мозг прекрасно будет работать. Если ты пресс занимаешься, этим поясом, у тебя органы все будут на месте, мышцы не слабеют, органы идеально взаимодействуют. Как видите, это одна гимнастика только что дает, то есть закон движения. Не надо быть ленивым. Но подвижность должна быть и мозг, и дух тоже были подвижны. Интеллект должен новое познавать, если хочется, да сколько же интересного хочется знать. И это хочется знать. Времени хватает. Не хватает времени. Духовная работа, она за нами тоже, мы тоже должны этим заниматься. И мы должны это тоже делать, потому что каждый раз, принимая какое-то решение, мы должны сверяться с законом. А прав ли я, поступая вот так, так и так. Утомительно, первое время, да. Но когда ты привыкаешь к этому режиму, так же, как и гимнастики, сначала утомительно, проходит месяц два-три, смотришь, а ты без этого жить не можешь. Потому что хочется. У тебя тело благодарит тебя своим состоянием. Здорово. Так же, как и душа, которая привыкает к движению. Каждый раз, в любом эпизоде, ты применяешь, как сканер, душу, она начинает у тебя работать, и духовная мышца начинает постепенно восстанавливаться, выходя из этого, как в гипсе была, там тысячи лет, а теперь вот просыпаться надо. Больно, да, проходит какой-то период, год-два-три сможешь, а по-другому, жить-то не хочется больше. Это и есть, что человек возвращается к своим истокам. Благодарит чему? Благодарит тому, что Иисус когда-то дал нам точный путеводитель. Я путь, я истинная жизнь. Живите, как я вам говорю. Вот и все. Разве есть более высокий авторитет? Может, для каких-то конкретных групп людей есть, а тех, кто считает себя христианами, а таковых, более миллиарда католиков, около 600 тысяч считают себя протестантами, где-то 300-400 тысяч считают себя православными. Получается, примерно 2,5 миллиона у нас считаются христианами. Еще раз говорю, я бы сам посомневался, что это христиан. Вот. Потому что христианство, это надо жить по Христу. А если ты начинаешь жить по каким-то иным мотивам, то не называй себя христианином. Это неправильно. Термин не тот. Об этом еще писал Лев Толстой, когда он сказал, Иисус пришел и дал нам, он говорит, алмаз первой величины. Найдите, вот копайте из этой грязи, его даст очень много. А то, что потом, говорит, Павел там понаплел, там еще что-то получается, что если вы живете по понятиям Павла, которого он так понял Христа, ну тогда не называйте себя христианами, потому что Павел не совсем так говорит, как Иисус. Тогда называйте себя павлианцами. А те, кто пошел еще за кем-то, так по имени вашего предводителя называйте свою религию или свою идею. А христианство, оно простое и строгое. И настоящие вот священники иногда выступая даже на телевидении, один из них сказал, какой-то епископ, он сказал правду. Господа, он сказал, если сейчас бы Иисус предъявил нам свое христианство, навряд ли кто-то из нас бы сказал, что я христианин. Это для нас невыполнимо, потому что мы далеко ушли куда-то не в ту сторону. Это он правду сказал. Потому что, чтобы справиться, а не так просто, ведь если бы меня, скажем, мне не оказали помощь сверху, я бы тоже не прорвался. Я не такой уж сильный, как я, может быть, среднестатистический россиянин. Но когда я захотел очень сильно, самое главное, сильное желание, бескомпромиссное, я хочу изо всех сил. Я хочу, я пойду, я буду. Я постараюсь не остыть пути, я пойду. И вот тогда пошел диалог, пошла помощь, пошли подсказки, пока я был сырой. Чем дальше идешь, тем меньше подсказки. Сам добывай свой уголек. То есть, меня не развращает эта система. Мы должны стать самостоятельными. И наше поведение должно быть от души. Душа – это свет. И свет никогда не позволит нам делать неправильно. Поэтому главная моя задача, чтобы вы соединились с собственной душой. И это будет ваш поводырь. Не я буду управлять там чем-то. Господь поможет вам на этой дороге. И когда ваша душа к вам же вернется, она вам подскажет, как, где, в каком эпизоде правильно поступить. Тогда у вас выбор, и вы не знаете, что делать. Вот иногда меня люди не понимают, потому что я поступаю не так, как по их понятиям я должен был поступать. Потому что каждый человек считает, что я должен что-то ему. Вот это часто очень в семьях бывает, пытаясь подчинить друг друга. Бывают женщины такие, как это Альфа, а бывают мужчины Альфа, которые пытаются вот все давить. А на самом деле мы должны уважать друг друга, уважать интересы, какие-то склонности и стараться помогать на этом пути. Вот меньше требовать друг от друга, потому что это уважение к закону выбора. Это не только уважение к своему партнеру, не только уважение к обществу или к каким-то социальным образованиям. Это прежде всего уважение к закону Божьему. Для меня эта мотивация была главной в моем путешествии, потому что я сказал, я конкретный человек. И если что-то во мне рождается, какое-то мнение, это мое мнение. Что для меня является авторитетом? Мне является авторитетом мнение Христа. Это номер один. Приоритет. Почему? А потому что человек сильно от Бога отличается с своим несовершенством. И когда совершенство тебе говорит, делай так, я подчиняюсь и всегда получаю благо. Следовательно, для меня это главный мотив. Не ссориться с Богом. А каким образом не ссориться? Не нарушая его законов. Какой? Закон справедливости говорит о том, что это подорвало мои обиды, раздражения, уныния, тщеславие, потому что я понял, все справедливо в этом мире несправедливости не существует, ибо Бог совершенствует сотворил совершенный мир. Населил нами, а мы несовершенны. И наше несовершенство ведет по закону, что сей, что и к нашему поражению в правах. Мы эти удары получаем и начинаем искать виноватых. Кто у нас рядышком? Жена? А! Нет, жена сейчас может отпор дать, готовить перестанет. кто еще? Сосед, сосед, напился, сейчас побьет. Кто под ногами, кот что ли, или кого-то пнуть-то хочется, вот человек ищет виноватых, на ком бы сорвать вот это все, это сплошь и рядом. Это, знаете, может быть и смешно, но это больше трагично. Потому что это и есть, вот, когда ты выбираешься, немножко поднимаешься над этим уровнем, ты начинаешь все это чувствовать, вот эту беду всю. Потому что если человек слабее тебя, частенько бывает, он этого не замечает, потому что если душа не сильно контролирует, эмоция идет, он ее даже не видит, потому что просканировать самого себя может только душа. А если душа безверием заперта, эмоция не контролируется. Почему? Физика. Эту эмоцию можно поймать только более высокая эмоция, проконтролировать и связать, остановить. А мозг не может эмоцию остановить. Следовательно, пока мы не вернем себе собственную душу, победы не будет. А если нет веры, душа от нас заперта. Или вера слабая едва-едва, поэтому только сильная вера. Вот тогда придет удача. Будет борьба тяжелая, но тут чувствуешь, победа-то будет. Ощущение, что это не так уже долго. Все равно прорвемся. Это касательно закона воздаяния, что эта группа эмоций подрывается знанием этого закона. Это тоже очень просто. Раз Бог совершенствует, мир совершенный, он очень красивый этот мир был, пока мы его не испортили. И вот получается, что я должен признать, что закон Божий имеет право меня наказывать за то, что я не прав. А не прав, я раз не святой, значит, я преступник. Видите, вся связка работает. Далее, если Бог в совершенстве, Бог – это высочайшая сила, и любая бесконечная, вернее, конечная величина, что и есть материя, по сравнению с бесконечностью, есть величина бесконечно малая. Следующее, что бояться, если Бог с тобой. Умер страх у меня когда-то. Не инстинкт самосхоронения, а именно вот эти глупые все страхи, мнительности всякие, они ушли. Ревность, уважения к женщине, не просто как к половому партнеру, а к тому, что это в этой борьбе соратник, это твой друг, и надо уважать друг друга. Ведь женщина, она богата содержанием, если она остается женщиной, она очень много может дать мужчине. Душина об этом пишет, что вот полочка, мужчина в духовном мире поднимается до определенной высоты, но это его рубеж. А женщина имеет небольшой выход, один лучик к первосотворенным. Это более красивый и быстрый мир. И вот это очарование женское оттуда приходит в наш мир и покоряет мужчин. Но если женщина начинает грубеть, начинает уходить во все тяжкие, говорится, она как женщина перестает быть женщиной. Вот и все. А мужчина перестает быть мужчиной, когда он не желает женскую красоту защитить, уважать и опекать ее. Он перестает быть мужчиной. Остается, говорится, штаны, может быть, пиджак, может еще что-то. Вот поэтому еще раз говорю, что ни платье, ни там определенной одежды не делает нас половая принадлежность. Нет. Пол начинается значительно выше. И там, в небесах, это пресловутое ребро и так далее. Душина об этом прекрасно описывает, что это такое. Каким образом произошло разделение полов. Потому что за пределами духовного мира и так далее, там нет разделения, там общий луч. А вот нас тут разделили с определенной целью. Но это довольно долгая история. Поэтому нам, прежде всего, нужно отношения друг к другу улучшить и научиться уважать интересы, как мужские, так и женские. Потому что существует два пола на земле, хотя третий начинает тоже продвигать свой интерес. Вы уже знаете, да? Вот. Мужчины и женщины, если они смогут найти в себе любовь друг к другу, тьма будет побеждена только от этого. Потому что любовь и есть Христос. Он сам говорил, это любовь. А антихрист – это антилюбовь. И любовь не подпускает к себе бесов, если она настоящая. Надо вот это знамя держать, этот фронт держать, все будет нормально. Но этому надо учиться. А мешает нас любить друг друга наши грехи. И пока они на нас висят, эти бесы, они постоянно нам прерывают эту связь с душой. А дух – это и есть любовь. И она должна прийти на землю и пропитать наше тело. Тогда у нас все будет гармонично, красиво. И наши наследники, наши дети болеть не будут, страдать не будут. И будут из первых рук от родителей получать эти знания. И постепенно, постепенно будут нормальными людьми, которые, в принципе, должны быть лучше, чем мы. Это эволюция. Каждое новое поколение должно быть лучше, красивее, чище. Это эволюция. А у нас каждое поколение становится жестче, более практичным и уходит вниз. Вот. Ум такой, более оперативный становится, но это горе от ума. И этот ум направлен на разрушение больше. Об этом еще Аристотель писал до Христа, по-моему. он говорил, что если развитие интеллекта происходит без духовного начала, это конец. Это все, это коллапс. Вот он еще за две с лишним тысячи лет об этом писал. То есть, все настоящие философы и мыслители, они это все видели, но они, к сожалению, погоды не делают. Что можно сказать о втором пришествии? Напоминаю опять Иисус, как описывал это время, которое грядет. Я от вас ухожу и миру более не явлюсь, но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа истины, который придет и наставит нас на всякую истину, расскажет правду обо мне, о грехе и о суде и пребудет с вами вечно. Что это? Это фраза, это цитата от Христа в Евангелие от Иоанна. Что он имел в виду? Я от вас ухожу и миру более не явлюсь, подчеркивайте слова. Ждут второго пришествия Христа, хотя прямая речь Христа отрицает это. Я не приду. И постасть любви людьми отвергнута. Его тело повисло на Христе, люди убили любовь, которая пришла им помочь. Что? Из этого потом сказку слепили, что это чуть ли не добровольно ради нас. На самом деле все не так. Соответственно, что такое Дух Истинный, который говорит, я умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа Истины. Дух Истины это Дух Святой. Дух Святой Иммануил, его еще есть имя, Иммануил. И в лучах воли Божьей, воля Божья нас и породила. Поэтому Дух с большой буквы породил Дух наш. Естественно, что как только малейшее движение в нехорошую сторону, мы как на предметном стеркашке. Этому лучу все понятно. Это, знаете, это луч не такой, как, может, вы себе рисуете. Это излучение всеобъемлющее. И каждый человек находится в этой световой ванне. И малейшего движения не совсем. Туда идет запись. Неправ, 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 неправ. Книга Бытия. А листы этой книги это наши души. И в них записано, что ты хорошего сделал, что плохого. Это чисто изложение в системе земных понятий. На самом деле, немножко это все по-другому выглядит, но как это все рассказать, по-другому никак донести до мозга. Есть еще, ну, скажем, я о ревности начал говорить и ушел как бы больше в взаимоотношениях. Ревность побеждается уважением к закону выбора, опять же. Каждый человек хочет жить с тем, кого он любит. Вот, и свобода выбора говорит о чем? Если от тебя уходит твой мужчина или твоя женщина, постарайся побороться, конечно, за него. Убери те свои неприятные в характере моменты, которые, может, мешают вам быть ближе. Но если ты не можешь, ты сначала теряешь ну, скажем так, ощущение близости, а потом постепенно, постепенно нарастает такой конфликт, и человек хочет расстаться. Но если это происходит уже долговременно, тогда не держи его, потому что, ну, если женщина находит мужчину более значимого для нее, имеет она одно право? Конечно, имеет. Даже как и мужчина имеет право уйти к женщине, которая для нее более ценная. Весь вопрос в том, что это надо делать очень неспеша, дипломатично, как бы, чтобы не навредить. Не надо так вот, а, сегодня вот мне больше понравилось это, а завтра, мне кажется, вот это духовное существо мне больше подходит. Нет, а там еще... И вот так это абсурд, конечно. Здесь надо взвесить все. Чаще всего есть дети. Это не так просто все решается в одночасье. Потом, кажется, мудрость должна быть, мудрость духовная. И душа говорит, подожди немножко. Подожди. Вот так вот подождешь, подождешь, и ситуация для тебя сложится так, как будет идеально для всех. Учитывай это. И душа никогда не ошибается. Почему я еще раз говорю, моя задача, чтобы ваша душа к вам пришла и с вами больше не расставалась, и была на вашей земле вашим поводарем. То есть вы сами будете у себя хозяем. Ибо дух это есть, душа это есть ваше. Вы сами. А тело – это только инструмент проживания на земле. Какие еще эмоции есть? Ну, зависть, я немножко говорил, что это разновидность несмирения. Человек недоволен своим статусом, может, своей одеждой, своей машиной, своим домом. Или не такой талантливый, как вот его сосед. Или не настолько в духе продвинут, как вот те. очень много есть, скажем, моментов, которые вызывают у человека зависть. У кого-то жена красивее, у кого-то дети не болеют. Знаете, это можно перечислять часа два, если не больше. Вот и зависть, это настолько распространенное все. Удивительно просто. Человек должен сам себе сказать, что мне дано сегодня, то я ее заслужил, учитывая закон воздаяния. Если сегодня не дается тебе этого, попробуй добиться этого завтра, послезавтра. Чем? А изменениями себя к лучшему. Чем больше будешь творить добра, тем больше удача в твоей жизни начнет просачиваться к тебе. Не гони эту удачу своими ошибками. Тоже все просто. Потому что настоящая религия, в том числе и христианство, это абсолютная простота. Абсолютная. Просто настолько заморочили голову нам, и через голову управление идет, потому что большинство людей просто боятся отойти от того, что они жили там. Знаете, что когда по степи едешь и попадается, скажем, животное, заяц там или кто-то, боится из луча выйти. И это же удивительно. Он просто боится в темноту в этом нырнуть. Вот мы примерно такие же, к сожалению. То есть отойти в сторону, как Высоцкий поет, когда волк за красные флажки прыгнул. Красные флажки для них это закон, нельзя прыгать. А он говорит, вот взял один и прыгнул. И оказалось, что там-то лучше. Вот так здесь тоже получается. Наша душа, она всегда страдает, если мы не правы, если у кого-то она живая. Потому что часто нарастает какая-то боль, как вот кто-то тараном из тебя стучится вот тут как бы грудную клетку. У меня это раньше часто было. И вот когда я нашел этот путь, постепенно все успокоилось. А до этого я неплохо жил и в советское время, потому что у меня образование хорошее, я неплохо зарабатывал и не боялся уехать, скажем, в пески поработать лет пять в Каракумы. Не боялся туда или сюда неожиданно принимать решения. Уезжал за границу вот сейчас в разбомбленную Сирию, где прекрасная страна была когда-то. Столько памятников старины было. Тоже пять лет работал. То есть если не сидел на месте, у меня все получалось. И что бы я не добивался, у меня всегда какой-то как у Цвейга есть. Стефан Свейг пишет, а мог. Вот что-то гонит тебя, куда, не знаю. А душа, оказывается, требовала вот этого, вверх иди. А я не понимал, куда мне, что это такое. Потому что этот налет материализма, потому что я вырос в кругах материалистов, у нас и бабушка вроде бы верующая, и мама в какой-то степени тоже понятие Бог и церковь уважала, хотя она научный работник. Тем не менее, мне никто не дал этого хода, никто мне этого не рассказывал, ничего. Просто надо уважать Бога, надо уважать церковь, да, уважаем. Дальше что? А сейчас вопрос стоит не о том, что там какие-то виноваты президенты или какая-то религия. Не в этом дело. Прекрасная фраза есть вот в этой же книге. в конечном итоге виноваты ни какие-то конфессии, ни какие-то власти, ни президенты, ни чиновники, виновата позиция ложная каждого отдельного человека. Это правильно, нацеленность такая. Никто не виноват в нашей судьбе? Никто. Возьмите себя в руки и идите. Кто мешает? Скажите, вот задайте слово, кто вам мешает идти? Отсутствие веры номер один. Надо сначала поверить, должно появиться желание. Потом выстраивается вот эта концепция каким образом бороться, эти знания приходят. И начинается это все вера и желание. Желание это двигатель. Сильно пожелать надо. И вера это не конечный результат. Вера должна превратиться в убежденность. Это фаза уже такая, когда тебя никто не сдвинет. и не сбросит с этой дороги, потому что ты уже убежден. И ты понимаешь, что даже сошел, насилие какое-то проявили к тебе. Но как только это насилие закончится, я вернусь на этот удар, мне никто больше нет. Вот это вот должна быть убежденность. А вот почему есть ребята, которые на лекциях были, семинары проходили, и смотришь, начинают искать, кто уходил в одну теорию, в другую, в третью. Я говорю, что вы ищете? Что, как он, скажем, релихи там, или еще, что надо в Гималайи ехать, какую-то Шамбалу искать, надо туда-туда. Я говорю, зачем правой рукой за левый ухо хвататься? У вас прекрасное христианство из дома, не отходят. Вот берите его и занимайтесь. Да, и официально тоже конфессия тоже очень много даст, хотя бы для начала. Но сейчас вопрос стоит, что, мне надо пикироваться и ругать кого-то. Они свое дело делают, и во многом тоже полезное. Ведь вопрос стоит, будем ли мы дальше иметь право жить на земле или нет. Потому что, видите, что к нам потихонечку подкрадывается. Если вы заглядываете в интернет, там оттуда информация выгребает, и кто-то ее убирает. А на самом деле, если собрать всю информацию о том, что происходит с физикой Земли, с ближайшим космосом, с Солнцем и так далее, если человек может собрать информацию, панализировать, у него волосы дымом встанут, что-то творится в Солнечной системе. Очень быстро мы идем к какому-то рубежу. Очень быстро. Это, ну, я не могу, потому что я не знаю сроков, ничего. Но Иисус сказал, все произойдет очень неожиданно. Кто-то будет сеять, кто-то будет рожать, кто-то и вдруг неожиданно. Никто не знает день и час, он говорил. Но когда вы увидите глотый мор, войны, военные слухи, болезни нарастать будут, землетрясения, наводнения будут нарастать, народ на народ пойдет. Видите это, что видите? Брат на брата пойдет. Потому что даже в среде людей, которые эту систему приняли, люди некие возгорделись, начали себя что-то корчить, начинают друг другу мешать, портить и все, объявляя себя какими-то клиниками, какими-то существами. Но это уже это тщеславие, бес тщеславие проснулся и съел этого человека. А он этого даже не заметил. Здесь осторожным надо быть. Мы, может быть, если у кого-то вопросы возникнут по теме, потом в конце можем побеседовать и я отвечу. А здесь что еще можно сказать? Мы закон движения немножко проиллюстрировали. Есть еще вот закон подобия. Тоже важно знать. Пока в человеческом поле, я его так образно рисую, существуют ошибки, допустим, мы чего-то боимся, мы чему-то завидуем, мы кого-то немножко ревнуем, пусть даже немножко. Ведь как только ты объявил поход, крестовый поход в небо, вперед и вверх, мгновенно тьма сразу к тебе приглядываться начинает. Если ты пытаешься пойти как-то не совсем так, они говорят, а туда же в тупик пошел. Это наш. А вот если ты все понял и действуешь как положено, что такое смирение? Еще раз говорят, оружие против бесов, оно убивает беса. Естественно, я прощаю, но воля Божия растворяет этого беса. И так еще раз прощение. Сто раз простил за неделю или за месяц. Сто бесов уничтожены. Это реальная гибель тьмы. Поэтому естественно, что они начинают с нами воевать и очень серьезно. И поэтому крестная сила как раз и дает нам эту защиту. Она не позволяет человека утопить и так далее. Я на себе это почувствовал. Потому что мне говорят, ты не можешь с тьмой сражаться. Потому что тьму сколько веков, тысячелетия, сколько миллионов лет мы это плодим, плодим. Это такая масса. Какой же человек может с этим справиться? Я говорю, человек нет. Но крестная сила может. И если я честен по отношению к крестной силе, то есть я пытаюсь вернуть себя к ней своим поведением, то она начинает меня защищать реально. И тогда, скажем так, мы можем побеждать, мы можем продвигаться вперед. Вот это условие. Нужно просто знать эти условия. В подобии, когда в тебе есть эти эмоции, то есть ты их иногда порождаешь, ты делаешь дырки в своем защитном скафандре. И по закону подобия ты притягиваешь этих бесов. Ты пока еще, скажем такой, сырой. Ты начинаешь путь или там прошел какую-то дорогу, но пока они тебя будут доставать. Во-первых, из прошлого приходят, ты должен скупить что-то. А во-вторых, твои ошибки сиюминутные тоже тебя приговорят к каким-то страданиям. Но самое главное, тут отчаиваться не надо. И всегда просите защиты. Есть прекрасная молитва Отче наш. Вот. И она помогает, и мне она помогала. Бывало, что я ходил и в храмы, и в монастыри, потому что вначале особенно. Но это все-таки Дом Божий. Приходишь туда, вот как это я, Господи, на что сделаешь? Пока вот такой. Молитва, она ведь о чем гласит? Помните, вот Отче наш, сущий на небесах. То есть мы это признаем душой. Да. Существует Бог, и Он на небесах. Да светится имя Твое. Я эти картинки вижу даже, как вот свет разгорается. Да там, ну и не буду все рассказать, мне фраза вот эта интересная. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Когда человек прощать не умеет, на словах прощает, а боль-то тут остается, то есть реально обида остается. Тем самым оттуда это видно и говорит, ну как ты прощаешь, так тебя прощают. Ты же сам говоришь, прости мне, Господи, мне, как я прощаю должникам. Но вот этого прощения нет. Соответственно, прощения и здесь нет. В молитве это заложено даже. Условия прощения твоих грехов. И Бог будет прощать, и если ты будешь сам прощать. Видите, в смирении, как в законе. Ведь молитва это настолько емкая вещь, которую нам Иисус оставил. Все есть. И отведи от ускушения и избавь от Лукавого. Хотя написано, не введи в искушение и избавь от Лукавого. На самом деле, в Библии недалеко от этого текста написано, Бог никого не вводит в искушение и не искушается злом сам. Это цитата. Следовательно, допущена неверная трактовка слова, то есть неверный перевод. Отведи от искушения. То есть помоги мне не войти в это искушение. Не отведи от искушения и избавь от Лукавого. Настолько логично и просто. Потому что можно так сказать, я еще слабый человек, я слабый еще христианин, я только начал путь. Мне не хватает силы, чтобы отбиться от этих бесов. Отведи и избавь от этого Лукавого. Видите, в этом есть огромный смысл. А не веди мне странно. Бог никого не вводит в искушение. Вводит в искушение без. Переводы неточные. Так же, как и в Нагорной проповеди есть. Блаженный нищий духом и без Царства Небесного. Нищий духом это слабый дух. Царство Небесное силой берется, написано, силой духа. Что такое сильный дух? Это воля, это терпение, это сильная вера. Что такое сильная вера? Дух живой, он еще не засох, как растение в пустыне. Он еще готов дать отпор и собственным бесам и пройти туда. Вот такой сильный дух. Как это можно нищий духом пройти куда-то? Это все, на что сидит человек с парализованными ногами, вот он и пройдет, а вы нет, ребята. Как так? И вот это в Библии сплошь и рядом есть. И между апостолами нестыковки есть. Один одно, и другой. И все это залито как бы ламинатом и сказано, не трогать, кто тронет, будет вычеркнут из книги бытия. Видите, как здорово. Почему? Лев Толстой следует, когда тексты формировались, как бы подбирали, ведь самое главное было не истину найти, как правильнее, астаковать Ветхий Завет с Новым Заветом, чтобы не было, ну, как можно меньше противоречий было. В какой-то степени удалось это сделать, но Новый Завет это совершенно другое. Вот это септуагинта, то есть перевод 70 там и так далее, то есть, когда вот немножко я занимался исследованием описания Библии, откуда это все бралось, биографии апостолов, биографии там это, это, это пророков каких-то, которые были на земле, вот это постепенно все складывалось. А душа мне помогала разобраться, где правда написана, а где неправда. И тогда откристаллизовалась какая-то суть, что и позволило мне прийти к каким-то определенным выводам. Так, значит, мы о молитве, когда говорили, вот там последняя фраза, ее дал Лютер, вот заканчивается эта молитва от Христа, отведи от сушения, избавь от лукава, а вот ибо Товое Царство с силой славы и ныне, и пресно, и во веки веков, аминь. Это от Лютера. Но оно неплохое такое, неплохое дополнение. Аминь переводится истинно так, это слово. То, что не все понятно. Ангел, когда мы, ангел переводится в вестник. Многие слова такие, которые, человек считает, что это в самом слове святость абсолютная. Скажем, апостол. Что такое апостол? Греческий, кто не знает? Посланный на проповедь. Правильно? Вот. Послать на проповедь может и сатана своих адептов. В самом слове апостол нет никакой святости. Смотря кому ты служишь. Помнишьте по стихам? Левитанский, по-моему, написал. Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителя, пророку. Каждый выбирает для себя. Вот у нас есть выбор. И выбрать своих апостолов, которые могут привести как туда, так и вниз. И наша задача человеческая не слушать врага, разобраться, где твой путь. И в Библии написано настоящая душа чувствует голос своего пастыря. Душа, она знает, где свет, а где тьма, если она живая. Еще раз говорю, моя задача, главное, чтобы ваша душа была задействована у каждого из вас. Чтобы ваше тело получило эту верхнюю поддержку, вот эту световую. И когда человек с ним это совершается, я за него относительно спокоен. Вера такая настоящая, движение хорошее. И мне становится легче, потому что с меня сходит часть моей работы. Меньше, я так думаю, если бы все, кто в моем окружении начали жить по законам, все ближе, 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 абсолютно верили, для меня не было бы такой нагрузки. Я когда-то думаю, ведь когда-то Иисус Христос вокруг него были, когда ему говорили, если любите меня, выполните мои заповеди. Ему же легче было. Иначе он же как бы своим полем накрывал их всех. Это же очевидно было. А это большая нагрузка. Вы представляете, какие копыта стучат, если ты кого-то защищаешь? Возьмите грехи одного человека, это миллионы за все жизни собрать, умножьте это на население земли и на все время, которое человечество живет на земле. Вот. Сумасшедшая цифра. И против этой суммы тьмы надо противостоять. Кто может устоять, если крестная сила не с тобой. Невозможно помочь даже одного беса уничтожить. Невозможно. Потому что они, как все, еврибади хелп, кидаются на помощь, как мафия, и уничтожат тебя. Если ты заблуждаешься в этом. Давайте прервемся, надо, да? Немножко отдохнем, минут 10. Ну что, успокоились все? Продолжим. Есть в знаниях в этих, есть тексты, как бы, первого уровня или высшего уровня, которые нам крайне необходимы, коим относится осознание, что такое христианство, и вы это в Библии найдете, в прямой речи Христа. Чтобы, как говорится, вы сами убеждены были. Можете почитать эту книгу, она вам это подтвердит. Это, как говорится, первые тексты. Но есть и такие тексты или знания, которые вытекают из этого. Это уже из практики, потому что мне приходилось заниматься и практикой, и помощи людям. Вот и там выявились некие такие моменты, которые тоже неплохо бы знать. Скажем, о детях. В основном люди, уходящие за 20 лет, имеют детей, имеют какие-то отношения семейные. Давайте порисуем. Скажем, это мама, ее поле, это папа, и вот, скажем, ребенок, пусть один хотя бы. поскольку и папа, и мама не могут сказать, заявить о своем совершенстве, значит, у них есть, может быть, страхи, может, ревнивость, может, немножко зависти есть, может, того и сего. То есть, какие-то конкретные эмоции, которые вызывают определенный строй мысли, вот, и прочее, прочее. Также и у папы есть, может быть, тщеславия много, может, зависти тоже много. То есть, понимаете, о чем я говорю. Мама работает, или там, допустим, даже если не работает, общение с соседями, с детским садом, со школой, у папы, производство, карьера, какие-то трения там и прочее. Естественно, это вызывает у него отрицательные эмоции. Отрицательные эмоции приводят к тому, что в поле появляются вот эти вот вихри нехорошие и у мамы, и у папы. Ребенок любит папу и любит маму. Он открыт. Мама любит ребенка и папа любит ребенка. То есть, это общий сосуд. И если попало в одного, во второго, то ребенок будет иметь тоже проблемы. Мало того, что у этого ребенка, который только сейчас ребенок, а в прошлой жизни он где-то, вот это его разрыв, его какое-то время на земле не было. Вот он воплотился сейчас и прожил, скажем, годика там, два-три вот у него. Вот у него мало того, что в прошлом накопилась неискупленная ответственность. Это ведет к тому, что ребенок частенько начинает болеть. Пусть по мелочи, если даже семья неплохая, но все равно. И плюс добавляет родители. Видите, что происходит. И когда я немножко занимался целительством когда-то, неплохо разобрался в этих вопросах, я всегда и маму, и папу убеждал, я просил, чтобы они пришли, что если вы не перестанете между собой обмениваться негативом, то есть какие-то трения домашние и прочее, уважение к друг другу должно быть, настоящее, искреннее, вот, а настоящее, искреннее уважение и хорошее отношение, ну пусть хоть какой-то налет любви будет. То есть, во-первых, без уважения нет любви, и мы должны свои, скажем, мужские, немножко загнать амбиции, а женщин тоже притормозить кое-что, то, что в основном идет через голову. Опять же, бесы пытаются разрушить отношения. Потому что в хороших отношениях в любви есть победа света, а тьма этого не терпит. Она всегда пытается через более слабое звено, будь то мужчина, будь то женщина. А если оба слабые, там постоянные конфликты и скандалы идут. Что происходит? Ребенок начинает болеть. Мало того, из прошлого приходит, но прошлое в основном начинает касаться его лет после 13-14, где-то вот там. Почему? Как только половое созревание, то есть, человек начинает постепенно открываться в сторону любви. Уже там 15-16 он может влюбиться. Вот. Это у врачей какой-то называется пубертатный период. Почему-то у ребенка в этот момент обостряется очень серьезно. То такая болезнь появляется серьезно, то еще что-нибудь появляется, то какой-нибудь психоз накрывает. Это вот как раз то, что открываются врата. И теперь человек самостоятельно отвечает за свое поведение. До этого не более, чем зверь отвечал, а вот тут начинает самостоятельно отвечать. И тогда вот это прошлое на него ложится. До этого смысла нет вот это прошлое грузить ребенка, он еще не смышленыш. А вот когда открывается в любви, значит, врата открываются как в небо, так и во тьму. Выбирай, у тебя свобода выбора. И вот очень важен этот период, что ребенка к этому подготовить надо. Грамотно подготовить. Не пугать его ничем, а вот именно через родительскую любовь, через знания вот эти, которые сам должен приобрести. И мама должна избавляться от плохого, и папа. И тогда, если их поле будет светлым, пусть там немножко того-сего это не сразу все добьется, но тогда и ребенок получит поддержку, два сильных поля его опекать будут. И по этому маршруту его приведут вот сюда. Одно дело энергетическая защита, а еще ребенок будет постепенно пропитываться этими знаниями. И когда его можно уже будет насыщать духовными знаниями после 14-15 лет, он проснется, и у него есть шанс стать нормальным человеком, непотопляемым, сильной личностью. Это родители обязаны сделать, если они его любят. А не просто ребенок, он меня радует, бантик привязать или там еще купить ему игрушку. Это не любовь. Это, скажем так, ну, больше себя удовлетворить. И потакать ребенка в его слабость тоже не надо. А вот это вот мы должны, это святой долг родителей. И если папа и мама сильны, то и ребенка меньше вот этих вихрей по нему гулять будет. Еще раз говорю, мы открыты в любви. Вот. И получается так, педиатрия настоящая, вот она. Вы сами знаете, что лучшее здравоохранение это профилактика. Чтобы человек не подходил к болезни близко. Да, может иногда покажет, может немножко температурки, может чуть-чуть там насморк. Это все, но это ерунда. Глава, что он серьезно не болел. Вот нужно суметь родителям вывести ребенка, а потом постепенно уже 14, 15, 17, 18, привести его к более, если они содержательны сами, научить его вот этому всему. Так эстафета передается. И так мы должны из поколения в поколение вытащить сначала одно поколение, потом второе, хотя бы какая-то часть на земле. И так, если такая появится категория в каком-то народе, их жизнь даст пример библейское. Спасить сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Потому что не болтать надо о религии, о любви к Богу. Это все болтовня. А любить Бога можно только выполняя заповеди, как Иисус говорил. И когда родители это умеют, и у них это получается, они станут примером для детей и ребенок своей душой это поймет. Потому что цитаты читать и мораль читать ребенку бесполезно. Должен родитель быть сильным, тогда он содержателен, и он будет пропитывать светом свое дитя в любви. И сами поймете, что это такое. Вот это и есть настоящая любовь к сыну, к дочери и так далее. Что еще можно сказать? По закону подобия, о котором мы говорили, вот свет, где-то мрак пусть будет. Это не воплотившаяся душа, но она может быть здесь где-то, сверху. А родители, если у папы какие-то и у мамы отклонения есть, ошибки, по закону подобия. По закону подобия, может, не всегда так, но чаще всего, притягивается душа примерно с такими же ошибками в характере в прошлой жизни. По закону подобия, этот ребенок притягивается сюда, чтобы на себе испытать вот эти все неприятные моменты характера, как папы, так и мамы. И я в свое время видел, что мне не нравилось, скажем, в отце больше, что мне иногда не нравилось в маме. И когда я вырос, я постарался от этого отделаться, и у меня получилось в какой-то степени. Мне неприятно была ревность, потому что она вот ведет к этим скандалам, все, и ощущение, что я съеживался, как вот мне было там 3-4 годика, мне было так тошно. Я думаю, какой кошмар. И, представляете, в такие годы вот вырос, что у меня будет жена, я не буду так ей говорить. Сидишь, вот это все, вот такие вихри по тебе гуляют. Вот как мудро заложено, чтобы ребенок с детства ему было все это неприятно. Главное, что сохранил эту тенденцию, когда вырос, он действительно бы так не делал. Почему я говорю, что в сумме это вот правильно, и воплощение, это заложено в законах, и сильные родители в конечном итоге можно двинуться вперед и вверх, а не падать, как сейчас. Это вот то, что я хотел сказать о детях. Ну, что здесь еще можно присоединить? Помните, мы говорили, чакры, это индусы так их называют, это, по-моему, в переводе колесо, что ли, я уже забыл. Каждая чакра соответствует это потустороннее энергетическое обеспечение сплетение, с этих сплетений, то есть, поясничное сплетение, поясничное, это крестцовое сплетение, поясничное, солнечное, грудное сплетение, шейное, это район гипофиза, и в конце концов, внетелесное. Вот. Это спектр, его правильнее было расположить, вот свет, и вот начинается вот этот вот чувственный мир, а это уже грубая материя. Вот так их располагать надо. Потому что при удалении свет, уходя от источника, он теряет мощность, давление и прочее. Пример такой, когда вы видели, где это одиноко, в каком-то селении, где больше нет никаких источников света, горит одна лампа на столбе, да, и вы видите вот так, один круг ясно виден всегда вокруг лампочки. Второй круг, если кто присмотрится, тоже проглядывается. Дальше тоже есть круги, но там другой совершенно, другой изначально, спектр другой, слабее. Вот примерно то же самое происходит. Вот отсюда источник, и эти круги все более бледные, бледные. В конце концов, свет белый, который в составе имеет весь спектр в белом свете, вы это знаете по физике, начинает терять свою мощность и расходится на этот спектр. То, что индусы когда-то отловили в астрале и назвали это чакрами. И каждый из цветов этих отвечает за определенные моменты. Скажем, первая чакра, если ее так назвать, духовная лень, всегда будет разрушена эта чакра. А следовательно, позвоночник, который относится к центральной нервной системе, то есть головной, спиной и мозг, будут иметь поражение. Вот. И сейчас очень редко найти можно человека, у которого с позвоночниками проблемы. Правильно? Вот так вот. Даже у молодых. Дальше. Второе. Неверные отношения. Мужчина, женщина, дети, родители, подруги, друзья, бьет вот сюда. Сюда бьет зависть мужчине, какому-то мужчине более талантливому, более яркому. Он боится, как бы его женщина к нему не ушла. Тут бьет сюда. Красоте, может быть, еще к чему-то. А материальная зависть бьет по третьей чакре. Солнечное сплетение. Сюда бьет материализм. Жадность, я говорю, такая, что притяжение к имуществу сильное. Потому что многие считают, а что плохого, если хочу так жить, так красиво. Да, пожалуйста, никто не мешает. Только при этом не забывай, что ты отсюда родом. А если ты это забыл, то ты будешь страдать. И если ты не хочешь этого понимать, то это твое дело. Выбор за тобой. Вот это третье. Зависть сюда бьет. Сюда это мужественность и женственность, если человек не имеет таковой. Вот бьет по сердцу. Сердце неяркое, человек неяркий. Жестокость, там много чего такого. Тщеславие, обидчивость, уныние, гнев, как сюда, так и по сердцу тоже бьют. Шестое, это измы. Национализм, фанатизм и прочее, материализм. Это идея какая-то. И они, как правило, ложные. И через голову ложные идеи захватывают наше мышление. Этот аппарат мы сделали командиром, о душе забыли. Поэтому у нас и жизнь такая, соответственно. Если вы в компьютер введете какой-то вирус, какой-нибудь троян там, вы сами поймете, что происходит. У вас все программы дают сбой, у вас ничего не получается. Вот этот троян у нас в голове сидит. Постоянно и очень давно после грехопадения. И он, сила его нарастает. Отсюда и жизнь через этот вирус мы получаем такую, какую сейчас имеем. Седьмая, внетелесная, когда она перекрывается, я вот, честно говоря, до сих пор не совсем понимаю, что это такое, но знаю, что когда она перекрывается, начинаются мигрени. И мигрени иногда начинаются, здесь закрывается чакра и первая. Первое от ленив, это от чего-то. Человек закупорен. Вот если его рисовать, получается, что меридианы, как их называют, это китайская медицина, есть и так далее, иглоукалывание, они по активным точкам. Похоже, вот как земля в силовых линиях, так и человек такой же. Немножко посложнее, правда. И если тут закупорено, и тут закупорено, ток энергии нарушается, как тут, как пробка появляется, здесь, как пробка на входе, на выходе, человек начинает болеть, мигрень начинает, еще что-то, неприятные состояния, это настроение жуткое и так далее, и так далее. Вот. Поэтому, если чакры все открыты, хорошо, соответственно, здесь, как это выглядит, весь свет идет полноценно, нигде не искажаясь. Вы получаете полный спектр поддержки сверху. Но это можно держать постоянно так, только у идеального человека. А дальше, как я иногда рисую, это энергетика. А если на клеточном уровне, вот человек уже, то любую клетку выведя вот так, протоны, электроны, атомы и прочее, искажаются быстрыми волнами. Вот этот мир, как раз, где чакры, в 400 раз быстрее скорости света, 400С примерно. И получается, что удар этой силы, этой скорости разрушает гармонию атома, гармонию элементарных частиц. Мы начинаем болеть уже физическое тело. Как видите, что такое болезнь? Болезнь, когда человек неправильно себя ведет, и болезнь выражается в том, что тебя начинают облеплять вот эти бесы или солитоны, как их называют ученые современной физики, и много что другого. От названия ничего не меняется, главный результат-то и есть плохой. Вот. Эти вещи, когда человек лень разгоняет духовную, когда учится нормальным отношениям с окружающими, с близкими и так далее, когда перестает завидовать и здесь, и здесь, и жадности, материализм уходит, и здесь уходит, и эти эмоции, и эти, и эти, в конечном итоге он сам себе расчищает путь вверх. Мы сами себя закрыли, и задача наша начинать откапываться самим. Почему? Пусть ждут же «Господи, помоги, Господи, помоги!» И человек при этом ни шага не делает вверх. Напоминаю, зная закон выбора, Бог говорит, «А ты меня выбери сначала, выбери меня, сделай несколько шагов вперед». Нет, у меня силы нет, все плохо вокруг, ну все плохие вокруг, начиная дети-двоечники, там жена вот такая-сякая, вокруг чиновники, ЖКХ, эти, медицина вся такая-сякая, вся продажная, все сверху донизу сгнило, и тут один я в белом фраке стою, и все мне плохо делают. Вот что? Все виноваты. Не палец о палец человек не хочет ударить. А Бог связан с законом. Он не человек, он никогда своих законов не нарушает. Поэтому, если закон выбора, ты, человек, должен сделать первый шаг, вот иди. А что такое первый шаг? Господи, ну я же иду к тебе. А в основном даже веры нет. Ну откройся в вере. И попробуй хотя бы начать сражение со своими пороками. Хоть начни. тогда ты получишь поддержку. Вот же в чем загвоздка. А человек ждет, когда ему докажут, что вообще Бог есть или нет. Когда вот это вы мне покажете, вот пусть вот мне сначала помогут, а потом я, может, подумаю и пойду. Неправильная позиция. Это тоже важно понимать. Далее. Еще раз нарисуем картинку. Условно. Творец бесконечности. Это первосотворенный мир, духовный мир. Это тоже духовный мир. Отсюда приходили пророки. Мы родом отсюда, причем из самого низа. И чтобы перевалить в сознательно-духовный мир, мы должны пройти курс молодого бойца и вот сюда прийти уже сознательными. Чтобы осознать законы этого мира, мы сюда и пришли. Почему начинается снизу, с земли? Потому что мы самые внизу, мы самые ленивые. Вот в этом мире есть осознавшие себя сразу, а есть тоже духовное происхождение, но они инертны. Их надо раскачать, избавить от этой инертности. У нас это называется лень. Слабое движение. Потому что здесь, чтобы осознать эти законы, личность должна быть сильной. Отсюда, чтобы личность это все-таки избавилась от лени. Здесь же этому духовному существу ни сон не нужен, ни еда не нужна. Ничего не... Ни холода, ни голода не боится. Как его раскачать? Как? У Творца всегда находится... А я его отправлю вот сюда. Оболочка сущностная, там эфирная, там астральная, или там... И в конце концов человеческая оболочка. То есть когда-то мы от примата получили. Что произошло? Это тело-то надо кормить, поить, защищать, короче, обустраивать жизнь. А для этого надо работать. Работать. А раз работать, значит надо преодолевать препятствия. Вы сами видите в этой жизни, чтобы чего-то добиться и жить, чтобы не голодать, и крыша была, и одежда была более-менее. Работать надо, преодолевать препятствия. Следовательно, надо работать. То есть тело нам дано, чтобы разгонять лень, а мы в обмен должны свет нашей души, благородство и чистоту, и красоту облагородить этот мир. Как видите, задача взаимная такая. А материя нам помогает лень разогнать. Но как только человек совершил первый грех, возникло первое препятствие. Искупать же надо. Неприятность. Еще грех, еще двадцать, еще тысячи грехов, и у тебя тысячи препятствий. И здесь начинается что? Нарушаться связь по тем моментам, которые я говорил примерно. Здесь закупорил тебя страх, здесь еще что-то, здесь зависть, здесь это. Начинается лень, ты считаешь, что это нормально, тогда у тебя и первая чакра перекрывается. Все. И так постепенно небосвод от тебя закрывается черной тучей. И душа твоя закрыта. Ну, в данном случае это не здесь происходит, я немножко перепутал. Вот здесь это происходит. Вот это душа, дух в нескольких тонких оболочках есть душа. А вот здесь нас перекрывает. И мы остаемся на земле голые и сиротливые, как говорится, и страдаем. Поэтому вот это все надо разогнать. Вот здесь надо все разогнать. И как раз вот это все и призвано настоящее христианство. Как это сделать? Любите Бога. А любить Бога без веры и без победы над этими эмоциями невозможно. Потому что законы Божьи пронизывают все эти миры. И здесь в материи это частный случай законов Божьих. И если мы их тут нарушаем, то есть мы искажаем, совершая преступления, мы искажаем и пачкаем этот мир. И здесь, и здесь, и здесь, и здесь. И почему хозяин этого мира должен все это терпеть? Он не будет это терпеть. Присылались к нам в прошлое то отсюда, то отсюда пророки один, второй, третий, пятый. Мы их всех проигнорировали. А некоторых и убили. Поэтому принимаются решения. Горбатого могилы исправят. Если вы не хотите добровольно встать под закон, тогда этот закон заставит вас уважать его. На земле начинает готовиться какое-то событие достаточно серьезное. Каким образом происходит подмена нормального пути на неправильный? Нарисуем землю чуть ниже. Вот, скажем, какой-то конкретный человек, свежеиспеченный адепт, приходит к какому-то священнику или гуру, неважно. Нарисуем его таким. у него есть там атрибутика такая, он может очень правильные тексты говорить, очень правильные. Человек это слушает, видит в этом, да, цитаты прекрасные, в том числе христианские цитаты. Ему говорят, 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 и он верит. Почему? Он говорит, да, я знаю, это так. Я тоже Библию там семь раз, восемь строк прочитал, тоже знаю кое-что. И что получается? Этот человек, который пытается ввести его в состояние веры, во что? Если сам этот человек не живет по заповедям, у него точно такая же туча над головой, экран, который его душу не задействует. Это есть невыполнение заповедей, ошибки. Что тогда? Следовательно, слово распространяется только в пределах материи. А значит, твои уши слышат звук. Ты можешь чувственно даже почувствовать все это, но дальше твоя душа этого не воспринимает. Потому что, чтобы душу поднять на борьбу, нужно вибрации души этого священника или гуру, который прав, который от Бога получает силу и на всех этажах, и на эфирном, и на сущностном, и на духовном, идет закладка. Там другие совершенно вибрации, и они не даны тем, которые ошибаются, которые сами не выполняют закон. У них душа молчит. Ой, слезы могут, чувственность будет. Человек это принимает за душу. Чувство – это не душа. Это земля. Это рядом здесь. А душа – это нечто другое. Отсюда получается, что человек, прослушав тексты, говорит, да я все знаю, вы говорите одно и то же. И говорю, не совсем. И я говорю, но если я это убрал, начинаются вибрации закладывать вам вот это. И человек начинает на лекциях это чувствовать, особенно почувствительнее. Меняется что-то здесь. Закладка идет на всех этажах знаний, не только здесь. А потом постепенно вы живете, они начинают из этих верхних этажей к вам спускаться и поддерживать, и помогать. Вы просыпаетесь, и человек становится полноценным человеком творения, а не только вот этим обрубком, который живет как цыпленок в яйце и считает, что вот это и есть весь мир. Мы сами себя здесь заперли. Это фактически как зомбирование идет. Вроде слова хорошие, а что сказал Иисус по этому поводу? Он тоже говорил, не верьте, это волки в овече шкуре, они моими именами будут называться, и моими словами говорите, не верьте им. Я от вас ухожу, и миру более не явлюсь. Умоляю отца вам дать другого, духа истины, который придет и наставит вас на всякую истину, расскажет обо мне, о грехе и о суде, о том, что миру более не явлюсь, о грехе, что вы не веруете в меня, о том, что князь мира всего осужден. Почему он сказал, что вы не веруете в меня? Да потому, что настоящей веры практически почти нет. Это единичный случай в толпе, как говорится. Потому что настоящая вера, когда ты поверил, ты открываешься в собственной душе, а тем самым и Бог, вот когда линия начинает действовать эти вибрации, вы это почувствуете. И тогда, как мне когда-то эта линия припечатала, и мне так стыдно стало, я говорю, не могу жить больше, как раньше, не могу. И я покаялся, настоящее покаяние было. Потом началась работа над собой. То есть, что такое вера? Это огромная сила, духа твоего, которая приходит сюда и заставляет тебе действовать на земле. Она тебе не даст спать. Вот что такое вера. А люди это считают словом. Верю, не верю. Сказал, верю. Все, значит, я верю. Да толку этого никакого. Еще раз напоминаю, что физика говорит, здесь очень слабые волны. И связь вот эта формируется только на верхних этажах. И Бог может тебя услышать, когда ты духом начинаешь общаться с Ним. Вот это твоя радиостанция дальнего действия. А это все Бог тебя не услышит здесь. Не сам Бог, я имею в виду, а вот эти все посредники, они включаются только вот тут. Эта физика об этом говорит, что быстрые волны, вот, медленные волны, они не могут в резонанс попасть с теми совершенно иной природы. Вот, кто знает немножко, из чего наш мир состоит, хотя бы видим, вы знаете, насколько разница огромная, скажем, между волной звуковой и гравитационной вибрация, или там радиоволна еще с чем-то. Разные вещи совершенно, они не накладываются друг на друга, а здесь просто немножко принцип другой, то есть скорость волны разная. И миры эти совершенно разные. Человек дальше вот этого мира пройти туда не может. Там очень мощные вибрации, он просто не выживет, он расплавится, у него как бы своя точка плавления есть. У сущностных, животных, своя точка плавления, то есть он окажет своя полочка. А мы посчитали, что чуть ли не некоторые религии, что мы богами скоро станем. Я говорю, вы сотворите хотя бы один камешек или себе кусочек хлеба на ужин. Сотворите, пожалуйста, если вы такие творцы, скоро богами будете. А Бог творит вселенные и гармонично связывает в этих вселенных все законы и так далее. В том числе и мы захотели стать самостоятельными, нам дали эту возможность. Мы пришли сюда для того, чтобы осознать себя, то есть осознать законы творения и быть соучастниками нормальными, несущими красоту людьми. А мы что сделали, вы сами видите. И несем за это полную ответственность своей судьбой, суммой всех судеб людей на земле. То, что нам сильно очень сейчас не нравится. И нас пугает это. Вот, вот что такое, вот какая примерно обстановка сейчас и что мы должны понимать. Вот, еще раз напоминаю, путешествие к Богу заключается в том, что я должен сделать несколько жогов сам. Я очень часто в людях чувствую, которые ко мне обращаются и звонят, и там на лекциях. Вы возьмите меня, вы меня научите. А я часто вижу, что человек на это пока не готов. Обижается на меня, говорю, ну пока вы не готовы, поймите. Вы сейчас войдете в эту реку, а обратно будет возвращение очень болезненным. Пока не входите. Вы должны себя подготовить. Вы себя самого спросите, способны ли вы вот так преодолевать вот это, вот это, вот это. Это не так просто все. А когда человек вот готов, я это сразу чувствую, потому что я эти вибрации чувствую, что человек живой. У него еще это вот здесь хоть одним лучом представлено. С ним можно работать, ему можно это дать. За него можно, ну скажем, в какой степени поручиться, что-то будет делать. Вот. И очень много людей, которые просто давай, давай, а потом начинают повисать. Вези меня в Царство Небесное. Я говорю, почему тоже везти? Ну так вот вы мне должны, вы же сказали, вы можете. Я говорю, да я много чего могу. Но если вы можете, почему я вам дал? Вы давайте, делайте. Я говорю, вы тоже можете приехать ко мне домой и вымыть мне полы. А почему я должен полы мыть? А почему я вам должен что-то вот это вот убирать за вас? Делайте сами. Я говорю, я могу научить, но убирать-то вам придется. И вот в этих беседах, мирных, иногда ироничных, и выявляют, что княто не готов. А зачем тогда ты идешь? Я тоже в какой-то степени ответственный. Если ты вошел, я должен защищать. А если человек не хочет работать, он начинает жаловаться, меня достают, то-то-то-то-то смотришь, учащаются звонки. Говорю, я не буду. Вы же обещали. Я говорю, что я вам обещал? Работайте. Я ничего не обещал. Если вы побеждать будете свои грехи, и будет сильная вера, вы сами поймете. Я могу поддержать, подтолкнуть, где-то отбить атаку какую-то. А работать-то вам. Вам экзамен сдавать на духовную зрелость. Не мне за вас. Вот эта лень стучится, стучится. Давай, делай за меня. Кто-то опять виноват, кто-то не дает жить. Жизнь не очень хорошая, не совсем состоялась. Жаловаться мы, можно сказать, не имеем права. Никакого права жаловаться не имеем. Вот. Потому что жалобы все, они, может, даже не звучат, как жалобы, но многословие, многословие, вы, наверное, обратили на это внимание, становится тягостным. Если кто-то вам говорит и говорит, и говорит. Почему? Да потому что в этом есть попытка слить на вас. Посочувствуйте мне. Возьмите мою боль. Возьмите мои проблемы на себя. И если человек сочувствует, действительно, он открывается, и в него это попадает. Надо сочувствовать? Надо. Но только как? У меня своих проблем много. Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, ты начинай действовать. А я тебе помогу в этом действии. Но если ты действовать не хочешь, я на себя сливать. Свои проблемы не позволю. Имею право. Вот и все. Сами знаете, в ваших отношениях, наверное, у многих-то было. И в этой книге тоже написано. Молчание золото. В молчании накопление силы происходит. Не тратите это на пустопорожные слова. Ля-ля-ля-ля-ля. Посмотрите, какими темами озабочены люди. Возьмите мужчин. Три-четыре темы. Политика, машины, женщины. Может, еще там хобби какой-то. Женщин свое. Тряпочки, алмазики, подружки. Кто поженился, кто нет, кто с кем встречается. Вон там, подворотня, вон там, квартиру сняли. И вот это все перемалывается, перемалывается. Ну, дети еще там, школа, вот это все. Все. Этой темой почти никто не озабочен. Можно сказать, как будто мы не отсюда родом. Мы отсюда родом, но мы, как Иваны, забывшие свое. Ну, мне кажется, на сегодня хватит. А то на завтра не останется, как Тося говорила. Будем целоваться, но завтра ничего не останется. Спасибо. Спасибо. Здраво всем живущим, Здраво добрым душам, Сколько ж я спал, Глаз не закрывал, А теперь очнулся. Добрые вы люди, Что же с нами будет, Коли душа Не хочет прощать, Верить и любить. Ярио, 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 светит всему миру, Добрым и злым, грешным и святым, Чтобы все мы жили. Гори солнце ясно, Чтобы не погасло, Чтобы не погасло, В сердце твое, Обогрей свой дом, Светом и любовью. Я полмира прошел, И полвека прожил, Деревья сажал, Дети наружал, А дома так не нажил. Мой дом чистого моря, С крышей и земною, Горы, леса, реки и моря, Братья и друзьями. Горы, леса, ветры и моря, Братья и друзьями. Радуга-девица, Ты ж моя сестрица, Радуй нас всех, Чтобы зонкий смех Заиграл в косицах. Радуй нас всех, Чтоб твой зонкий смех Заплясал в косицах. Матушка, родная, Как мне не хватает Песни твоей Душу мне согрей, Матушка, родная, Песни своей Душу отогрей, Матушка, родная, Песни своей Горьк, душа, Поклонись роду, Обратись к Богу, Прости, прощай, Пой, душа, Добрую песню Словно ей Ветельку Свету обращай Далека дорога, По дождем немного Ночку вдвоем Женой проведем А с утра в дорогу Половика моя Ты ж вернее камень Вместе вдвоем Все переживем До скончания века Вместе вдвоем Все переживем До скончания века Присядем на дорожку Помолчим немножко На посошок Наливай дружок Скатертью дорожка На посошок Наливай дружок Скатертью дорожка Горю, душа, Поклонись миру Обратись к Богу Прости, прощай Ветель, душа, Добруе слово Словно ей Ветель, душа, Поклонись миру Помолись Богу Прости, прощай Ветель, душа, Ветель, душа, Достую песню Словно ей Словно ей Ветель, душа, 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!